Функциональное программирование в целом и в JavaScript в частности. Крис Койер про будущее фронт-энда. Надо разобраться в блокчейнах. Погнали. Всем привет, с вами проект UwebDesign, подкаст «Суровый веб», выпуск номер 129. И сегодня 13 июня... Сегодня, по-моему, не 13, ни хрена. 13. 13 июня 2017 года, время 25.12 по Челябинску. Я думал, 25.23 ты сейчас скажешь уже по бреду. Не, не настолько мы еще упороли, что будет 25.23 за бортом было. Это через 2 часа столько будет. Ну, у нас первая тема очень классная сегодня, на сегодняшний день. Вообще, я вот, Никита, тебе специально не говорил об этом, вот пока мы готовились к подкасту. А я сегодня предлагаю с тобой устроить подкаст на перегонки. Вот максимально быстро будем пробовать наши темки выдавать. Давай, потому что 25.23 уже, вот уже 26.23 я посмотрел. Короче, первая моя темка легкая, быстро выдаю ее. Это темка про то, что есть замечательный хостинг от SmartApe.ru. Я вам рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке uwebdesign.ru. Использовать этот хостинг, очень доступный, очень классный, самое главное. Он находится в Москве, российский, по всем стандартам сделанный. Мы сами им пользуемся и вам рекомендуем. Получаем удовольствие. И даже мы, слушай, никаких проблем не испытываем уже 100 тысяч лет. Иногда сексуальные удовольствия даже получаем. Ну как иногда? Никаких проблем уже очень давно не было. Все это в прошлом, все это в далеких бородатых 2013-х годах, когда еще там были режимы бета-тестирования и так далее. Поэтому это достойное продакшн-решение, если вам нужно что-то от безлимитного хостинга и заканчивая своим выделенным сервером в дата-центре. А мы углубляемся в первую тему. И на самом деле первую тему за главную нам предложил некий фронт-эндер. Мы, конечно же, не знаем, кто это. Слушай, у него такая анонимус-аватарка. Он сменил, да, по-моему. Я не помню, правда, что у него было, но это даже и не важно. 25 мая нам он еще предложил эту тему, еще к 127 выпуску. И говорит, вот вам тема для хардкорного выпуска подкаста. Функциональное программирование в JavaScript. Будет интересно увидеть и услышать мнение астронавтов жирным по этой теме. Я спрашиваю, а где тема? И он говорит, я как-то и не думал добавлять какой-то конкретики. Но сейчас эта тема хайповая. Все, кому не лень, пишут. Все новое есть хорошо забытое старое. Хотя бы вот дядька Эрик Эллиот уже давненько пишет. У него целый сериал Composing Software. И тут я внезапно понял, что я их поменял местами. Я-то вот и смотрю тоже не туда. Неважно. Фронтендер нам 6 июня. Тоже что-то предлагал. Уже к 128 выпуску. Видимо, отчаявшись, что мы не поговорили про функциональное программирование в JavaScript, он нам просто предложил рубрика программирования. Вы просто обязаны изучить ФП, функциональное порно в 2017 году. А ОФП мы должны какой-то отжиматься. Какой-то надо пройти ОФП, естественно, перед изучением ФП. Как ты думаешь, Эрик Эллиот, он хоть раз в жизни ОФП делал какой-нибудь или он только на гитаре играл? Он только с гитарой проходил ОФП, да. Так вот, Алан МакГрегор нам предлагает первую статью на Hacker Noon. Хорошо, хоть не Эван МакГрегор. Да, а то тут было бы про джедаев. Или про героин. Так вот, вы должны выучить функциональное программирование в 2017 году. Он, на самом деле, Director of Engineering at DMAC Media. Ну, то есть, не крин собачий. В общем, там, author, там, CEO, entrepreneur и так далее. Все супер-регалии, супер-крутой чувак. Алан МакГрегор. Функциональное программирование, говорит, уже достаточно долгое время витает в воздухе, начиная с 50-х, с того, как выпустили Lisp. Офигеть. Я что-то думал, это новинка. А вот нет. С этого все и началось, на самом деле, еще до всех этих объектно-ориентированных-то программирований. Просто по факту функциональщина, она, по своей сути, крайне проста. И в какой-то смысле она топорная. Но я забегая вперед скажу, почему это вот сейчас, в принципе, вошло все в моду. Потому что параллельные вычисления. Вот именно они лучше программируются функционалкой, не объектно-ориентированным. Это множество мелких операций, которые не надо уже там суперинкапсулировать, как-то там наследовать друг от друга. Достаточно просто иммьютабл значений накидать гигантское количество рекурсивно и посчитать мелкие хреновины в абсолютно простых структурах данных, без каких-либо вот задротствований. Потому что все эти вложенности там и дополнительные наследования только удлинят все выполнение кода. Потому что тут мелкие операции, ничего сверхъестественного, никакой, так скажем, структуризации для этого не нужно. За последние два года, ты прав, очень много новых языков появилось. И не только появилось новых языков, а привлеклось внимание к языкам, таким как Closure, Scala, Erlang, Haskell и Elixir. Это классические функциональные языки программирования. И если подумать, что сейчас вот именно эти стали популярным, то давайте, говорит, немножечко в историю углубимся, говорит нам Алан Макгрегор. Погоди, погоди. А для меня вот раньше символом, так скажем, функционального программирования был так называемый F-Sharp или как его, или F-Script. Помнишь, был F-Sharp? F-Sharp точно был. Да, F-Sharp. Он, я думаю, и есть. Но я слушаю... Это что такое? Это тоже какое-то функциональщина какая-то там дикая? Я прямо при тебе буду гуглить. Я на самом деле типа подготовился. Мультипарадигмальный язык программирования семейства .NET, поддерживающий функциональное программирование в дополнение к императивному, то есть процедурному. Так. И объектно-ориентированному. Ну вот да, F-Sharp это некий язык из семейства .NET, который можно для функционалки использовать. Но вот он почему-то здесь нигде не фигурирует в списках. Видимо, это не круто уже. Видимо, это уже все, Elixir у всех. Или еще не круто. Тут одно из одного. Так вот, короткая история. Lisp работал на IBM 700 и 7000. Это гигантские компьютеры, которые еще на бобинах информацию на магнитных хранили. Так. Поэтому мы, говорит, его можем называть дедушкой вообще, прадедушкой функционального программирования. Но если вообще пойти к корням, то все эти функциональные языки программирования произошли от лямбда-калькулюс. Лямбда-калькулюс это... Ну, как болезнь. Но на самом деле это математическая, так скажем, я не знаю, что. Не аксиома, парадигма. Но, в общем, лямбда-калькулюс, она полна по тюрингу. И это универсальная модель вычислений, которая используется, чтобы как раз симулировать тюринг-машину на одной ленте. Ее назвали в честь греческой буквы лямбда. И как раз... Халф-лайфа, то есть? Да, уже тогда, третьего. Уже тогда был в разработке, уже тогда планировалось. Так вот, используется в лямбда-выражениях нынче. Так вот, это такой популярный концепт, хотя он очень простой, непопулярный, могущественный, простите, как Палпатин. В его корне лежит два концепции. Две концепции абстракции функции, которую мы, в принципе, все выражения выражаем в виде, простите за тавтологию, каких-то имен, то есть переменных. И function application, применение этих функций. То есть мы к переменным, к именам какие-то выражения присваиваем. То есть a равно b плюс 1 или a равно a плюс 1 использует оба концепта. Первое, мы абстрагируем функции в a и прикладываем их, допустим, прибавляя 1. То есть мы какие-то действия с ними применяем. Нам с тобой кажется, как само себе очевидным, но на самом деле с этого все и началось. То есть вот есть некая функция, допустим, функция к чему-то прибавить плюс 1. И когда мы говорим, что примените эту функцию к x, мы абстрагируем ее в x и применяем ее к x, и вот это и есть лямбда. То есть f лямбда x, где функция равна x плюс 1, ну вот мы и пишем, что f от 5 равно 5 плюс 1. То есть вот эти базовые концепции, их важно уяснить и понять, что когда мы вызываем функции от какой-то переменной, мы применяем лямбду калькулю с помощью двух концептов. Function abstraction и function application. Так вот, давайте где-то отложим математику и поймем, что такое функции первого класса. И это те функции, которые можно хранить в переменных. На самом деле, ну вот здесь написано в эликсире, выглядит так, double равно, переменной double, мы присваиваем функцию, а сама функция делает так, x умножить на 2. То есть если мы double точка 2, мы 2 умножаем на 2, получаем 4. Почему нам примеры на эликсире решил вдруг дать? Например, в отличие от Эрика Эллиота, который в следующей статье нам будет давать все примеры на JavaScript. Естественно. Да, так вот. То есть фундаментальная основа функционального программирования. Мы уже поговорили про вот эту лямбду модель, про то, что мы можем к переменную, ой, господи, функцию применять какой-либо переменной. Теперь понимаем, какие бывают функции. Функции первого порядка, это те, которые мы охраним в переменной. Пункции верхних порядков, функции. Ну, мне тоже кажется, что функции. Пункции тоже можно же, да, из брюшной полости брать и хранить их в переменах. Так вот, функции высокого порядка, это те, которые могут принимать одно или больше значений, которые или, или, и, или, или, не обязательно, короче, возвращают новую функцию. Здесь опять не с хрена пример на эликсире, который как бы вот не сильно нам понятен. Ну, допустим, есть функция дабл, которая берет какое-то значение, умножает его на два. И мы с помощью enum.map применяем функцию дабл к массиву от одного до десяти. И функция нам возвращает тоже массив. Каждого элемента умноженного на два? Да. Гениально. Слушай, я эликсир уже понимаю, у меня уже какой-то эликсир прям жизни. Вот, представь себе, вот ты уже, считай, все параллельное программирование, понял? Уже можно идти жить жизнью, наконец-то, после нашего подкаста. Наконец-то. То есть второй концепт, это функции высокого порядка, которые можно применять к другим функциям, которые могут либо возвращать функции, либо возвращать какой-то конкретный результат для того, к чему они были применены. Опять же, ну вот для тех людей, которые учили программирование уже в поздние времена, как мы там в 2000-е, ну я не буду говорить в конце 90-х, зачем врать? В 2000-е. Для них это самые очевидные концепции, потому что те языки, которые мы применяли, они, в принципе, готовы нам предложить и функции первого порядка, и функции верхнего порядка. Но дальше начинаются интересности. А именно, immutable state. И это правильно выделено как топ-хайлайт. Когда-то давно, года два назад, я слушал Radio IT подкаст, и там был как раз спешл про функциональное программирование. И они там как раз рассуждали о том, ну круто это или не круто, нужно ли использовать типичные функциональные языки типа Haskell или Erlang, или применять концепции функционального программирования, например, в JavaScript. Но они тогда постановили, что не надо мучить жопу использовать JavaScript, он для этого не очень предназначен. И что, да, собственно, они и Ruby и Python в тот момент тоже рассматривали. Возможно, даже и PHP, хотя они в Radio IT и PHP никогда всерьез не рассматривают. Но они говорят, что все-таки вот не те это инструменты, не надо их нахрен использовать для функционального программирования. Но вот Eric Elliot думает иначе. Ну, во-первых, за два года много воды утекло, в скобочках нет. Так вот, immutable state – это неизменяемое состояние. В функциональном программировании, если ты какому-то переменной присвоил какое-то значение, оно не может измениться. Все. Чтобы тебе новое значение присвоить переменную, тебе нужна только новая переменная. Все значения не могут быть перезаписаны. То есть не бывает такого, что var A равно 6, потом ты A плюс 2 записал в A. Нет, ты A плюс 2 можешь записать только в B уже. Ну, или там в A1, или в C, или там в муравей. Ну, то есть некие константы, так скажем, неизменяющиеся. Да, да, то есть все из константов таких состоит. Это сделано для того, чтобы предотвратить все side effects and race conditions. Race conditions – это когда ты не должен париться, а как переменная, вот это сейчас чему равна? Предыдущая итерация или уже следующая? А если я вдруг здесь в scope чуть-чуть изменил, я внутри вложенной функции изменю глобальную переменную, она уже будет другая. Почему это именно в функциональном программировании, так скажем, используется сильно? Потому что там пишутся простейшие алгоритмы, которые не должны запариваться за структурность. Потому что они вычисляют только вычисления, опять же, простите за тавтологию. Я тебя понял. Они на простейших вычислениях основаны. Если ты там еще будешь в алгоритмах запариваться, а здесь вот X точно тот X или точно тот Y, похрену, лучше засрать всю память 20 X, но стопудово быть уверенным, что не будет никаких сайд-эффектов как раз. А это ты сразу совмещаешь как бы знания свои, накопленные с Эрика Эллиота вместе с Хакер Нуночем? Или ты просто только Хакер Нуноч сейчас рассматриваешь? Я просто иду по тексту смотрю. Нет, это я совмещаю еще и просто, что я знаю уже. Когда читал Эрика Эллиота, что я еще гуглил дополнительно и смотрел, чтобы вникнуть в концепцию? Нам просто дай, чтобы понимать. Потому что Хакер Нуноч, он говорит уже для углубленных пацанов. А я вот не был углубленный пацан, когда только его прочитал, поэтому мне потребовалось... Представляешь, какой Эрик Эллиот углубленный пацан? Ух, я бы не хотел углубляться туда, куда углубляется Эрик Эллиот. Ну окей, и кроме этого, что еще есть интересного, кроме Mutable State? Ну это третий основной концепт функционального программирования, без которого нельзя, нельзя прям. Понял. Здесь опять же примеры на Эликсире, что если мы EXTUPLE присвоили OKHELLO, потом записали в PUT1WORLD, у нас есть OKWORLD. Ну в смысле, первое и так было OK. Я так понимаю, это типа метод. Не дай бог разбираться в Эликсире. Не дай бог на Эликсире писать HelloWorld даже, как я вижу. Да, то есть ты такой записал в TUPLE на первое место, ну то есть на второе, потому что с нуля WORLD, он тебя вывел OKWORLD, да. Но если ты посмотришь TUPLE, то TUPLE был не изменен. Поэтому если ты не записал вновь измененное значение TUPLE куда-то, то ты просрал его. Ну вообще смотря на этот код, это я себя TUPLE ощущаю. На самом деле сейчас, когда я уже прочитал по третьему разу и проговорил, я его понял наконец. До этого даже и не понимал. Ну то есть ты уже можешь писать на LinkedIn, что Эликсире. Не дай бог. Вообще да, я думаю, большинство людей, которые на LinkedIn написали Эликсир, ровно на этом же уровне в нем и разбираются. На TUPLE уровне. Да, так вот, в этом примере TUPLE никогда не меняется. И ну да, то есть если PUT LM возвращает какое-то значение, то оно его в итоге нигде не хранит. Давайте не будем углубляться в этом посте вообще в лямбда-калькулюс и во все остальное теорию программирования. Мы просто поймем, что функциональное программирование уже было довольно-таки давно изобретено. Оно основано на математических концепциях именно на лямбда-калькулюсе. Оно с Deemed, я не знаю, как это переводится. Сейчас я буду смотреть прям при вас. Прям вот занимательный английский язык с Europe Design. Дим. Считать. Что это значит? Считает слишком медленно. Что? А, оно считалось медленным по сравнению с императивным, то есть процедурными языками. Но это неправильно, по-моему. И функциональное программирование making comeback. Главное, чтобы coming out не мейкало. Нифига себе. Comeback. Так вот, какие приложения, ну, есть, то есть каково практическое применение функционального программирования? Мы, говорит, как разработчики ПО, сейчас живем в крутые времена, то есть все облака уже здесь, и у нас беспрецедентное количество мощностей компьютерных, которые мы можем получить прямо на кончиках пальцев. Но с этими мощностями приходит, так скажем, проблема масштабирования, наложения, ну, и производительности. И объектно-ориентированное программирование уткнулось в потолок. Объектно-ориентированное программирование хорошо тогда, когда ты можешь делать вертикальное масштабирование. Ну, то есть когда ты, опять же, один суперкомпьютер делаешь, он у тебя круто вычисляет. Не параллельно, а последовательно. То есть у тебя, ну, большой какой-то процессор, который берет и все делает. И поэтому, когда есть какое-то наложение и параллелизм, уже невозможно это реализовать на ООП, потому что, ну, ты, ну, только если плодить гигантское количество экземпляров какого-то класса и как-то с ними, ну, в общем, это добавляет гигантские сложности в алгоритмы и, видишь, в большинстве случаев ведет к переинжинирингу и поддерьмовой производительности. Когда ты будешь постоянно клонировать экземпляры этих классов и так далее, которые будут иммьютабл там между собой, ты засрешь всю память, потому что она все будет наследовать друг от друга. И если это будет не просто ссылками храниться, а чем-то большим, то просто ты погрязнешь уже в говне. Это да. А вот функциональное же программирование, с другой стороны, намного лучше подходит как раз для вот всего того, что нам предстоит. А именно горизонтальное масштабирование, облака и так далее. Потому что есть иммьютабл стейт, есть замыкание. Внимание, замыкание выходит в... В термины к нам. В наш... Как там? Тизаурус. Тизаурус. Да, я именно хотел это употребить, потому что здесь уже лямбда, поэтому... Согласен. Здесь тоуек, тизаурус, вот это рядом все, тигуан. Тоже фольксваген. Да. Адас ауто. И функции высокого порядка. Все эти концепции ведут нас к тому, чтобы писать код, который накладывается друг на друга, расширяется, может его дистрибьютироваться. То есть в разных средах этот код выполняться и прям вот круто все будет. Ну давайте, говорит, не будем верить мне на слово, а посмотрим конкретно доказательства того, что, например, WhatsApp справляется с 900 миллионами пользователями, всего лишь с 50 команд из 50 человек, а все из-за того, что они используют Erlang, прекрасный Erlang. Ну слушай, он так написал, как будто если на Erlang хоть что написать, оно будет все как WhatsApp. Я согласен, это для меня лично это не убеждает вообще никак. Ну. Есть какой-то стартап Discord, я не знаю, что это такое, я открыл ссылку, мне ничего не прояснилось. Ну Discord это типа как Skype, короче, Messenger. Ну круто, первый раз слышу. Так вот, Discord миллион запросов в минуту в легкую вообще вывозит из-за того, что у них эликсир используется. Ахренеть. Put LM, tuple. Они там туплые все. То есть, если мы типа крутые и хотим делать такую сильно сложную штуку, можно задуматься над функциональным программированием, правильно? Ну да, то есть для каждого, для каждой задачи свое решение, и вот для задач распределения в каких-то облачных хранилищах, для вычисления суперпараллельного в разных местах, функциональное программирование, ну, оно типа более подходящее. Хотя, опять же, вот, ну, это нужно конкретно смотреть вот не просто вот WhatsApp, а что именно в WhatsApp сделано, как там это распараллельно и так далее. Видишь, тут именно два, и тот, и другой, это именно какие-то мессенджеры, и суть в том, что вот, видимо, там какие-то сложные темы. Да, видимо, если бы на каждое сообщение создавался объект каких-то классов, то там бы WhatsApp просто погряз в говне, а там это все простыми абстракциями и мьютабельными сделано, и да, ну, то есть, это надо просто смотреть, ну, а конкретно, как там его зовут, Алан Макгрегор рассказывает, что вот мне, говорит, вот нравится Эликсир. Ну, Эликсир классно звучит. Да, и Бейдус. И как со времен Диабло 2 звучит лучше всего Эликсир. Синс 999, и когда там вышло Диабло 2, просто опять же, ради наших подписчиков. Даже не стыдно такое написать. Почти 99, я сказал, а тут 2000. Не стыдно написать такое в Линкедине у себя про Эликсир, согласись. Стопудово, стопудово. Я даже напишу, возможно, после этого подкаста. И я тебе больше скажу, наверняка на Эликсире специалистов нет вообще нормальных. Вот ты возьми... Все в Дискорде. Сидят. И пытаются их оттуда выманить другие ребята, типа скайпы, опять же. Там-то на F-Sharp наверняка корячится все еще. Да там на Джаваскрипте, судя по скайпу. Да, тоже может быть. Ну и в общем, вот он нам предлагает здесь ссылки ознакомиться, как с Эликсиром правильно работать. Давайте, говорит, поправьте меня. Ну и здесь на самом деле не сильные-то срачи и образовались здесь в комментариях. Если бы он на хабре это выложил, то я думаю, он бы намного больше собрал лулзов. Ему бы на русском пришлось еще писать, так как он американский. Я поставлю сердечко. Я, опять же, я понял концепции, я понял, что да, круто, что делает камбэк, что это старая архаичная хреновина, но я все равно... Вот конкретных алгоритмов, которые делаются лучше с функциональным программированием, я не получил. Я не увидел, к сожалению. И вы, уважаемые подписчики, это мое уже мнение. То есть, да, круто, я понял, что параллельные вычисления на функционалке делают лучше. Ну и, опять же, когда я поступал к нам в Юргу в магистратуру на факультет вычислительных машин, там у нас есть свой суперкомпьютер в Юргу, и там они все на скале. Но скала, она даже в самом языке говорит о том, что она масштабируется. Scalable. Вау, я думал, это просто про скалу. Рок скала. Да. Вот, и да, действительно, это для параллельных вычислений, там для... Но, опять же, а что именно-то? Ну, объясните. Что там вы моделируете? Почему функционально это сделают лучше? Хочется пощупать внутренность. Так вот, вы, уважаемые подписчики, вы должны нам предложить темы уже с более... Еще с большей конкретикой про функциональное программирование. Да, если кто-то вдруг шарит в функциональном программировании, например, каждый день пишет на эликсире, то приведите несколько примеров достойных. Да, вы как-то вот нам... Убедите нас, что за этими алгоритмами будущее, и покажите прирост производительности, как там, например, тот же WhatsApp перешел с классической объектно-ориентированной модели и парадигмы на функционалку. Это было бы замечательно. Ну, смотри, раз мы сказали с тобой о том, что можно нам что-то написать, то давай скажем, где написать. Давай, давай. Написать нам можно на uwebdesign.ru, просто зайти и в темах к следующему подкасту, справа в сайдбаре, вы увидите эту ссылку, написать вообще все, что вам вздумается практически. Все, что заблагорассудится. Да. И самое главное, что, конечно же, желательно там предложить интересную тему для следующего подкаста. У вас есть такая возможность. Мы рассмотрим ее, скорее всего, если она будет классная. Да, как видите, как практика показывает, мы возвращаемся к темам, которые нам предлагали два подкаста назад. Мы все хорошие темы мы храним. Да. Мы как Android David их в глотке у себя храним, и потом вот так достаем их перед подкастом. Во время подкаста мы достаем. И как-то с ними вот да, общаемся с вами. Соответственно, раз можно написать, то можно и зарегистрироваться на сайте. Там же справа в сайтбаре можно по ссылочке зарегистрироваться, это сделать. И, соответственно, легче оставлять нам темы. Еще можно, еще можно заказывать у нас стикеры во ВКонтакте, в группе vk.com slash uwebdesign, стикеры uwebdesign и uvdgames. И в том числе можно у нас подключиться к нашему чатику в Телеграм, написав веб-сайне в самом Телеграме, собственно, в личку. Кроме чатика у нас есть в Телеграме еще и канал, в котором все последние новости о выходе нашего контента всегда выходят. Да. Никакого лишнего, никаких сисек, никаких мемасиков, только выход нашего контента из первых рук. И, опять же, если вы вдруг такие щедрые и хотите нас поддержать, то uwebdesign.ru slash donate. Да, желтая ссылочка здесь прямо в хедере на сайте. К дизайну. Не, не к дизайну. Теперь продолжение функционалки уже с Эриком Эллиотом. А я-то думал, слушай, ты сразу все скажешь. Да кого? Там сейчас будут примеры уже на джаваскрипте конкретные. Прямо конкретные, как бандосы. Ну, давай-давай, тогда прикольно. Так что не радуйтесь еще пока. Я уже начал, если честно, радоваться. Я посмотрел, у нас там летающие лейблы, я уже полетел. Вау, опять, ну, ура, лейблики. А тут опять металлисты эти. А тут опять Эрик Эллиот в своей рубашечке, в своих очочках со своими длинными кудрявыми волосами. Я не могу, просто у него уши, наверное, горячие. Он, наверное, спит сейчас у них в California Dreams еще ночь. Думаешь, он в California Dreams? Я просто предполагаю. Неважно, даже если он в Портланд-Орегон, у них все равно это западная часть Америки. У них на 12 часов с нами разница. А вдруг он, я хотел сказать, а вдруг он какой-нибудь норвег? Не, еще. Ладно, давай. Кстати, у него написано Electronic Music. Так что он, возможно, диджей. Ну, это ладно, это мы уже... Я просто зашел к нему именно на Medium.com. Я, да, я сделал наведение на его биографию. Да, действительно, Electronic Music, Photography, Film, Viral Apps. Так что он-то, скорее всего, у пульта стоит. Не хочу знать подробности его личной жизни, где у него там как стоит, у пульта или у него пульта. Что там в JavaScript? Цикл статей у него есть на блоге JavaScript Scene. Это под блог Medium. JavaScript грех? Seeing, сцена, на которой он стоит с пультом, и у которой у него стоит. Так вот, JavaScript грех, это, конечно, название Metalcore группы. Прям вот его. Он должен именно в рубашечке вот этой клетчатой с коротким рукавчиком нормальные рифы отбивать на ноликах с брейкдаунами. Во время брейкдаунов, простите. Так вот, цикл статей у нас это Composing Software. То есть, как бы это сказать-то, композитируем ПО. Вы, ну вот, вытворяем ПО. Не знаю. Вот почему, говорит, нужно учить функциональное программирование в JavaScript. Вот так это говорит. Composing Software на самом деле у него как раз про функционалку. И это то, что вот мы сейчас смотрим, это часть 2 про JavaScript. Первая часть была, опять же, восхождение, взлеты и падения функционального программирования. То есть, у него первая часть тоже была общая, примерно как то, что мы сейчас рассмотрели с Мак Грегором, хотел сказать. Ну, с ним, с ним. А, ну да, он же и так Мак Грегор, все верно. Так вот, ее мы не будем рассматривать. Нам сразу фронтендер предложил часть 2. И, на самом деле, не лучше об этом. Короче, JavaScript. Раньше не очень все было хорошо. Я, например, мы на перегонке делаем подкаст. Не очень все хорошо было с JavaScript раньше. А сейчас есть TecmoScript 6. И в нем функциональное программирование уже прям можно делать. И будет не противно, а будет удобно. Поэтому, в принципе, если вы суперразработчик, который знаком с JavaScript-ом, или с чистейшим функциональным программированием, вы думаете, что как бы, ну, дурацкий какой-то выбор. Какого хрена? Почему не использовать Haskell, Elm или Closure Script вместо JavaScript-а? Ну, говорит, давайте. Давайте без давайте. Он иногда на тыс. Да, скатывается, но потом как-то поправляет галстучек. И все-таки нет. Функции первого порядка есть в JavaScript. Мы уже об этом говорили. То, что можно функции передавать в переменные, возвращать их как аргументы, возвращать функции, призвавить функции как свойства объектов, ну и так далее. Это то же самое, что... На самом деле, то, что можно призвавить функции в свойства объектов, делает их функциями и высокого порядка в том числе. Поэтому прям все круто. С этим именно. Анонимные функции и concise lambda, синтаксис, то есть вот этот вот стрелочный оператор, который появился именно в ECMAScript 6, который, в принципе, просто делает нам типа синтаксический сахар. Ну зачем вот нам писать, что x равно function return x умножить на 2. То есть саму себя умножить на 2. Здесь можно сделать стрелочную функцию, и это будет как раз то же самое. Посмотрите про стрелочные функции еще отдельно. Я вот почитал перед этим всем. Ну и третье замыкание. То, что мы можем получать доступ к скоупам вне функций, то есть, так сказать, типа к полуглобальным переменным, к тому, что мы можем частично функциями оперировать с их внутренними значениями, с теми, которыми они получили в своих родительских функциях. И видите, так как фиксированные аргументы, вот это замыкание. Это что касается плюсов. То есть, в принципе, вы сейчас смотрите, блин, так с помощью JavaScript easy можно функционалку реализовать. Ну и на самом деле, вот то, о чем сейчас было перечислено, это уже есть и в PHP, есть и в Ruby, и в Python. Про Ruby и Python не уверен. В PHP стопудово есть, просто пробовал. А в Ruby и Python, ну, наверное, тоже есть. С хренов ли не было бы. К каким-то, к нынешнему времени точно есть. Но вот чего нет в JavaScript, вот это дальше он нам говорит. Что, в принципе, JavaScript, говорит, это язык мультипарадигмальный. Его когда делали, его слепили из того, что было. Это просто abomination из C, Java и так далее. И здесь даже, ну, нам говорят о том, что... Ах, нет, это дальше он говорил. Он цитаты Брэндона Айка просто приводил, что когда мне Netscape сказали, сделай вообще вот язык, который понимает Netscape, он должен выглядеть как Java, но быть просто крутым. Вот такое практически было. И поэтому получилось вот это чудовище. Чудовище, да. Но вообще, вот чего нет у JavaScript? Purity, чистоты. Ну, в той смысле, что чистоты... Ну, вот то же самое, что и mutability практически. Ну, короче говоря, нету вот того, что... Одна переменная равна другой самой себе и навсегда. Ну, это второй пункт, mutability. Да, действительно. Даже с помощью слова const, которое появилось уже в ECMAScript 6, не получится сделать переменную полностью неизменной. Потому что все равно, даже если мы... Const, ее значение будет неизменным, мы все равно к ней как к объекту, а в JavaScript у нас все объект, сможем другие свойства ее приписывать и так далее. То есть, ну, никак она от нас не прошмыгнет. Это все должно быть на уровне приложения. То есть, мы должны договориться внутри команды, что вот это вот мы не трогаем, она у нас неизменна. И вот здесь все неизменное. Не меняйте. Просто договориться, что не меняем. Сам язык нам в этом, к сожалению, никак не поможет. Что касается рекурсии, вот конкретно в языках, которые уже интерпретируемые, рекурсии реализованы довольно-таки дерьмово. То есть, где-то здесь это было, вот. Tail Call Optimization. Короче говоря, когда ты делаешь вызов каждый раз последующий, он в тот же стек это накладывает, накладывает, и когда ты сделаешь 100500 рекурсию, у тебя будет переполнение стека. А в функциональных языках он каждый раз дропает предыдущее дерьмо и только перетаскивает одно из другого, одно из другого. То есть, просто конкретная оптимизация под рекурсию сделана в функциональных языках намного лучше. Поэтому использовать рекурсию в JavaScript можно с точки зрения алгоритма красивого какого-то и так далее, но по производительности, скорее всего, вы отсосёте очень сильно. По сравнению с классическими циклами, для которых JavaScript был придуман. И просто конкретно, почему рекурсии в функциональных языках так круто реализуемы, что там циклов в некоторых попросту нет. Так вот, что касается вот этой неизменности, кроме того, что мы можем договориться в команде, есть ещё и решения типа Immutable.js или Mori, которые практически запрещают вам что-то менять. Но и даже в будущих версиях Экмоскрипта нам собираются это запретить, чтобы были какие-то структуры данных, которые были Immutable по умолчанию. Но на данный момент, к сожалению, всё равно мы можем свойства именно даже у констант менять, потому что всё это объект, и свойства объектов мы можем менять, и свойства прототипов этого объекта мы можем сменить, и иными словами, у нас нихрена не Immutable. Уже получается конкретная какая-то переменная, или там константа, как хотите, называйте. Так. Есть функция Freeze, которая позволяет заморозить объект, но объект заморожен только на этом уровне. А вложенный объект в этот объект мы уже можем менять. То есть, опять же, JavaScript, он не был для этого приспособлен, поэтому вы можете его во все щели, во все дыры изменить. Он не защищён от вас абсолютно никак. Ну и вот что касается purity, это как раз вот чистые функции, которые работают с отдельными значениями, никак друг с другом не пересекаются. Это, опять же, вы в JavaScript должны просто договориться, что вы так делаете. А если кто-то вдруг случайно забудет, то язык вам никак не поможет с этим справиться. Так вот. Чего, говорит, есть такого в JavaScript, чего нет в других функциональных языках? Ну, как бы мы уже говорили о том, что у него есть некоторые классические вещи, которые должны быть в функциональных языках, типа функции первого высокого порядка, анонимные функции замыкания. Но есть и такие вещи, которые есть в JavaScript, а больше вообще нигде нет. Вау. Ну, здесь нам говорят про маноиды, какие-то. Вот с этим я не разобрался. Я не знаю, что такое маноиды. Но это уже точно болезнь. Тут уже досвидосные какие-то математики. Ну, и тут пишут, что не надо их там пугаться, бла-бла-бла, я их испугался, ну, вас нахрен всех, ничего не знаю. По поводу цитат Брэндона Айка, он говорит о том, что JavaScript должен какую-то иметь структуру в браузере и выглядеть как Java. Поэтому вот он получился такой, как получился. И в нем много есть Java-фич, которые, во-первых, выглядят как в Java, ведут себя по-другому. Например, слово new. Который абсолютно, ну, не так имеет не такое значение. Слово class, у которого есть extends. Ну, и это самый основной механизм наследования. Но он выглядит совсем не так, потому что класс — это не статический тип. Это просто вот экземпляр прототипа, вот того, чего он extended. Короче говоря, хреновина. Не надо это использовать в функциональном программировании. Вот эти вот остатки Java в JavaScript. Нужно от них здесь отказаться в функциональном программировании, даже не ходить по тоненькой с их использованием. Поэтому да, JavaScript теперь единственный язык, который поддерживается в браузерах. И да, если вы хотите использовать какие-то определенные алгоритмы для функциональных языков, в браузере это единственная возможность использовать — это использовать JavaScript. А поскольку, говорит, сейчас приложения захватили мир, а веб захватил приложение, а JavaScript захватил веб, то единственное, чего вам осталось — это JavaScript. Практически brace yourself, JavaScript is coming. Охренеть, JavaScript нас захватил, получается. Эрика Эллиот, он точно уже захватил. Ну... Ну и, короче, мораль такова. Если вы хотите использовать параллельные вычисления в браузерах и алгоритмы, которые свойственны для функционального программирования, то у вас нет выбора, кроме как JavaScript. Поэтому идите и учите, как функциональное программирование использовать в JavaScript со всеми плюсами, минусами и так далее. Ну и здесь он говорит о том, что вот у Netflix уже на Angular 2 используются функциональные утилиты, которые основаны на RxJS. У Facebook используются концепции pure functions, функции высокого порядка и еще более высокие какие-то там компоненты в React, чтобы использовать Facebook и построить именно сам Facebook и Instagram. У PayPal, Khan Academy и Flipkart используются Redux для менеджмента состояния и, видимо, тоже какие-то элементы функционалки. Но, говорит, они не одни. Angular, React, Redux все используются, какие-то концепции функционального программирования. Ну, а сейчас, так скажем, это, ну, это настоящее JavaScript. Никуда не спрятаться от Angular, React и Redux. Поэтому why JavaScript? Because JavaScript ate the web. Короче, захавал JavaScript Эрика Эллиота и весь веб. Не, ну, Эрик Эллиотт, надо отдать ему должное. То есть, он, в принципе, написал целый цикл этого дерьма. Да, здесь есть третья часть, можете продолжить читать, если вас заинтересовало. Вторая часть в нашей интерпретации. Мне кажется, он не остановится на этом. Ты знаешь, мне кажется, он скоро выпустит книгу. Выпуг какой-то у него произойдет. Где-нибудь на О'Райли? Ну, может быть, я согласен. Может быть, ему даже уже поступило предложение. Ну, то есть, опять же, так-то он прав. Хотите делать что-то в вебе, придется использовать JavaScript, придется адаптироваться. А с учетом того, что сейчас все в облаках, действительно, и даже полуклиентские приложения изоморфные в облаках можно тоже как-то на сервере экзекьютить и выполнять. Ну, короче говоря, действительно, так или иначе, приходится использовать функционалку и в JavaScript. Ну, и если вы прозорливый молодой человек или девушка, то попробуйте разобраться в этом всем. А я хотел сейчас какую-то аналогию с чужим придумать, что JavaScript — это вот эта черная жижа, и она захватывает уже все. Ты думаешь, может быть, наоборот, JavaScript — это люди, вот эти тупые, которые высадились, а черная жижа — это Эли Кэллиот, блядь. Согласен, согласен. Ладно, что, дальше дизайн. Дизайн, дизайн. Я прям жду, мы же сегодня на перегонки, там сейчас дизайн будет нормальный, перегоночный. Floating Labels Problematic. Адам Силвер нам предлагает сегодняшнюю статью. Слушай, он как пират, он Сильвер. Как Джон Сильвер только. Ну да, он во все зубы там улыбается. Невозможно, золотые у него, как у цыгана. А мы, кстати, жаль, что это Адам Сэндлер еще мог написать. Ну да, мы с тобой, когда готовились к подкасту, на подблоге Simple Human на Medium я, так и быть, Эли Кэллиот и лайк поставлю. Сжарился. Не удержался, да, я с ней снизошел. Так вот, Адам Силвер ранее, мы-то и не знали, написал статью «Плейсхолдеры проблематичные». О том, почему в инпутах плейсхолдеры полное говно. Ну мы уже в интерпретации Бабича о таком говорили. Так. И мне говорят, когда, ну я об этом написал, посоветовали вот этот паттерн floating labels. Когда ты фокусишь инпут, то его плейсхолдер уходит наверх, ну и типа как лейблик такой становится. То есть было юзернейм написано в самом инпуте, ты его зафокусил, юзернейм ушло в заголовочек чуть-чуть. И ты такой, а, точно, тут юзернейм. Я теперь не забуду, что там надо написать, потому что вот оно здесь. И несмотря на то, что когда вот лично я первый раз увидел этот паттерн, у меня был аха-момент. Я понял, блин, круто, я всю жизнь именно этого и хотел. Не власть и денег, богатство, а вот floating label pattern. Так. Вот здесь он нам приводит 4 гифки с разными имплементациями floating label. И мы, говорит, прям соблазняемся иногда такими паттернами, чтобы экономить место какое-то. Потому что, ну, понимаешь, какой другой паттерн предыдущий? Это непосредственно label перед каждым инпутом просто строчками отдельными. Но здесь все так уютненько, все такое simple, clear. То есть у нас и плейсхолдер есть всего лишь такой серенький, и потом он, хоп, уходит вот вместо рамочки. То есть, ну, я сейчас смотрю самую четвертую имплементацию, когда реально это уходит в верхний лейбл и прям даже перекрывает чуть-чуть рамочки там, ну, так красивенько реально. Так вот, почему же, какие минусы? Почему Адам Сильвер считает это проблематичным? Внимание, он уже писал статью про плейсхолдеры, теперь он пишет статью про floating label. Почему я делаю на этом акцент? Потому что в конце он, похоже, забыл об этом и опять скатился в плейсхолдер. Ну, реально. Первый пункт. Не остается места для подсказок. То есть, допустим, мы засубмитили форму, и нам прилетели ошибки. Эти ошибки должны быть после каждого input, а у нас нет места там. Потому что мы лейблом место это не забиндили. Так бы у нас был лейбл, и в скобках бы ошибка была. Типа, в скобках, а вы указали полное говно невалидное. А теперь негде это написать. Нужно или раздвигать input и там писать, или как-то еще. Согласись, достаточно наигранно, но допустим. Ну, пока так притянуто за уши, так скажем. Второе. Их сложно читать. И здесь он приводит именно ту порылую имплементацию. Там же внутри input, только вверху. Он сверху приводит красивые реально имплементации, которые не очень сложно читать. Которые просто музыка. А здесь какое-то полное говно. Ну, еще и порой свой спалю, жираф 21. Ну, слушай, это палео, надо взламывать его. Согласен, надо подбирать везде Адам Сильвер и жираф 21. Им нужно место, куда двигаться. Вообще, говорит, если даже текст friendly, нужно просто их куда-то двигаться. А если, говорит, мы его будем двигать куда-то, то мы все равно места не сэкономим. Мы все равно где-то должно быть пространство. И опять, мать твою, жираф 21. Опять он нам показывает, что должно быть место. Ты дурак, ты просто вот на рамку бы его вверх передвинул и все. Ну, что такое? Я не понимаю. Ну, то есть, серьезно. И даже если бы, ну, не выдерживать никакой критики. Согласен. Четвертое, анимация проблематична. Даже, говорит, если красивая анимация, она все равно отвлекает. Особенно, говорит, она дает неуверенность тем, кто с ограниченными возможностями. А если, говорит, зумировать, то этот лейбл убежит. Но имплементирует нормально. Никуда не убежит. Не будет ничего мелькать. Все будет вообще хорошо. То есть, у него руки, возможно, из Ж растут. И самое главное, пятый пункт. Я не знаю. Я сейчас его достаточно хейтю. Возникает вопрос, нахрена я эту тему вообще тогда включил в подкаст, если она меня бесит. Я вообще не знаю, откуда эта тема взялась. Просто она была у нас в темах. Она нам подложена кем-то как подложка. Блин, может быть, сам даже Адам Сендлер нам подложил ее. Согласен. Как-то каким-то образом на шатрелло ломанул и туда добавил. Возможно, у нас там тоже жираф 21 пароль был. И он как бы подобрал просто свой, попробовал. О, подходит. Ну ладно, давай. Пятое. Внимание. Он начал уже опять скатываться в плейсхолдер. У него было про флотинг лейбл. Плохой, говорит, контраст. Серенький. Ничего не видно. И уже показывает просто нам плейсхолдер. Уже флотинг лейбл даже не утруждается показывать. Хотя сделай ты их черными, будет нормальный контраст. Уже, говорит, не могу, говорит, отличить, не могу читать. Вообще, говорит, исходя из дизайна, иногда они выходят снаружи поля. Тогда нужно, чтобы цвет какой-то менялся. Иначе тогда все будет потеряно и говно. Опять же, если вернуться в самое начало, у него классные гифки. В Material Support приложении, там реально, когда этот лейбл уходит, он фиолетовеньким становится. Все реально видно. Ничего не бегает. Ничего у меня эпилепсию не вызывает. Ну, видимо, там самые лучшие примеры у него. Так этими самыми лучшими примерами он собственную статью в говно поверг. Ты должен был... Не примкнуть к ней? Да, да. Ты должен был восстановить силу, а не ввергнуть ее во мрак. Вот. Шестое. Можно их спутать со значением. Если вот недостаточно отодвинуть вверх, можно подумать, что это ты значение такого вела. Ну, можно. Так отодвинь вверх, дурак. И не будет никакого вот, ну... И сделай его, опять же, вот в рамках рамки. Простите за тавтологию. И вот, да. They are inconsistently located. Вот с этим я, пожалуй, соглашусь. Это достаточно конструктивно. То есть, допустим, у текст инпутов, действительно, у нас лейбл уходит наверх, там, становится в рамках рамочки. А у селектов нет. Там кантри так и приходится делать перед просто селектом и так далее. Угу. Ну, просто я вот... Давай я прямо попробую сейчас. uvdesign.ru. Пишу floating label у нас в поиске на сайте. К сожалению, нет. Это надо в паблике искать. Ну, kvk.com slash uvdesign. Беспрецедентный интерактив. Я даже просто в реальной жизни никогда так не делаю, а здесь делаю. Не, ну, ты, с другой стороны, на наглядном примере, на себе, как бы, покажешь нашим дорогим слушателям. Даже в паблике floating label? Нет. Floating label examples. Я сейчас буду гуглить уже в Google. Float labels collection Chris Coir. Вау. Интересненько. Что там на Chris Coir? Просто я видел точно именно примеры, в которых и у селектов эти floating label были. И мы это даже с моим коллегой, бывшим из Калининграда, имплементировали. Именно у селектов тоже это дерьмо было. Он так же уходил просто наверх и все. Слушай, твой коллега, бывший из Калининграда, он случайно не Adam Silver, просто, чтобы я понял. Он Adam Sandler. Ладно, я не буду сейчас углубляться в поиски. Был где-то пример, в котором действительно это было имплементировано. Но согласен, если это так, как он нам говорит, что у текстовых инпутов это floating label, а у селектов это обычный label, то тогда да, это не consistency, это говно. Восьмое. Лейбл может быть обрезан. Ну то есть, если у нас input 200 пикселей, а сам этот текст 300 пикселей, то он не поместится просто. Ну там реально чувак показывает бредовый пример. Да, да, но это пример бредовый. Этот floating label, это всего лишь лейбл, это заголовочек, название. Оно не должно быть больше, чем сам input элемент. Ну, come on. Согласен, come on. Просто понимаешь, многие его пункты не выдерживают критики. Честно. Самое главное, да, почти все. Самое главное, что примеры уже, картинки, которые он показывает, он уже забыл, что он про floating labels говорит. Он уже просто примеры плейсхолдеров опять показывает, как в предыдущей статье, и все. Это, знаешь, как есть исполнитель одной песни, актер одной роли, вот он автор одной статьи. Да, что-то Сэндлер-то подкачал. Вообще. И девятое, они игнорируют стандарты. Их, говорит, сложно имплементировать. Это, говорит, не лейбл на самом деле, это вот плейсхолдер, его нету семантически в HTML и так без... Но, опять же, то решение, которое мы имплементировали с моим коллегой из Калининграда, оно включало в себя и accessibility-момент. То есть там генерировался именно лейбл, и все было прям круто-круто-круто. Поэтому я считаю, что это все вопросы имплементации, и, Адам Сильвер, ты ковбой. Ты думаешь, твой папа там это делал что-то? В общем, нет. Нет, я считаю, что здесь другие ребята, и у нас здесь в подписчиках и веб-дизайн пацаны, которые способны эти флотинг-лейбл сделать просто идеально, гениально, и чтобы у тебя не вызвало это никаких вопросов. Да я согласен, наши подписчики, они его просто за пояс заткнут, этого Адама Сильвера. Прям вот да. Поэтому я, говорит, об этом написал в своей выходящей книге «Форм, дизайн, пэттернс». Он бы своей девушке лучше бы написал. Никто не купит твою книгу, Адам, ты просто лапут. Адам, ты ковбой, реально. Я не буду лайкать ему эту статью. Не надо, давай дизлайк, там есть дизлайк? К сожалению, нет. Даже у меня нет расширения на Medium, как ВК-опт, который именно дизлайки мне подключит. В следующий раз напишем ему гневный комментарий. Как нам пишут на Ютубе. Согласитесь? То есть мы прямо напишем, Адам, ты бы лучше разобрался бы в теме. Прежде чем в заголовок-то ее выносить, ты там напиши сначала, придумай там что. Ладно, дальше у нас по плану в дизайне. У нас какой-то developer.apple.com slash design. Да, как мы уже помним, прошла WWDC конференция, ежегодная разработчиков в Купертино. А может быть где-то в Сан-Диего прошла. Хрена, я не помню, где она прошла. Мне насрать. В Купертино. Да, в Кульверсити, может быть, даже. И были представлены новые прошивки, а вместе с ними и новые дизайн-концепции интерфейсов, которые вы должны имплементировать, если хотите встроиться в инфраструктуру осенек. И здесь ты мне говоришь... Я тебе говорю. Санек, я же знаю, что ты не рассматривал каждую вот эту хреновину. Давай сделаем это прям в прямом эфире. Давай, давай сразу... Давай сделаем это прям в прямом эфире. В iOS пойдем. Human Interface Guidelines. В iOS сразу идем. Ныряем. Кстати, здесь есть Apple Design Awards. Награда каждый раз. И они розданы. Можно See the Winners. И там приложения. Разные приложения просто победили в разных номинациях. Old Man's Journey, например. Что, и такое можно? Seward. Вот, допустим, что такое Seward. Это как Fruit Ninja, только вот что-то другое. В смысле, они охрененно задизайнили типа... Господи, какие утырки. Там команда разработчиков, и там чувак, который на коленочке первый сидит. Это, конечно, до свидос. Я не буду смотреть. Я не буду смотреть. Но там у них именно персонажи крутые. Они круто используют Game Center, ачивменты. Они круто используют 3D Touch. Это награда не просто за дизайн крутой, а за отличное использование платформ. Apple устройств. За то, что они прям вот вникли в философию Apple, и вот как Apple задумывала использовать, так они не используют. То есть, реально, в играх использовать 3D Touch, это не каждая игра себе позволяет. Причем, нужно это сделать так изящно, чтобы вот, например, у меня на моем iPhone 6, который мне от поддержки 3D Touch, я не чувствовал себя ущербно по геймплею. Что чувак с 3D Touch'ем меня уделывает за раз, что он по 3 патрона меня сразу выстреливает своим 3D Touch'ем. Слушай, да. Вот. Это должны быть какие-то микро улучшения геймплея, которые вроде как бы... Как будто шапка у него просто другая от того, что у него 3D Touch в Team Fortress. Да, или, например... Но он другой скин на Калашникова в Global Offensive. Ну, я утрирую, конечно. Ты должен. Мне кажется, нет. Мне кажется, это гениальная идея сейчас. Вот у них, видимо, такие и были, потому что им присудили. Это просто одна из наград. Это Old Man's Journey. Ну, из того, что я знаю, из того, что я знаю, Things 3. Это тудулистное приложение. Я еще первой версией его пользовался. Бесплатно. А, Things. Things с гавочкой. Такое дерьмо. Вот уже вышла третья версия, и она получила награду. Просто она же платная до усрачки. Ну, не до усрачки, но платная, да. Ну, сколько, сколько? Давай, я захожу в App Store. Сейчас опять скажешь, что мы Apple. 10 фунтов. Apple Fun Boy. А можно как-то не на... Как будто мы с тобой не в Лондоне из-за Capital of Great Britain. Легко. Я перехожу в свой iTunes 749 рублей. Дешево. Но оно включает в себя приложение для Apple Watch. Для TV, Apple TV. Для iPad, наверное. Ну, это само собой. HD-шно. Это я даже уже не учитываю. А, нет. А на MacBook есть ли на MacBook? На MacBook есть. Я брежу по поводу Apple TV. Mac OS, iOS, Watch OS. Это, кстати, немцы. Germany, чтобы ты понимал. Я не сомневался в них. Они могут. Они прям те самые педанты, которые должны продуктивность делать. И они, кстати, еще в 2009-м получили Apple Design Awards за первое Thanks. И они пошли дальше. Они не остановились на этом. И елкарные бывают. Там на улице вид. И там вот классические немецкие просто районы из таунхаусов. И там прям вот они. Охренеть. Но надо сказать, что они, кстати, просто гении. Там очень простейший user interface сделан. И из-за того, что он настолько простейший, понятный человеку, они получили этот awards. Да, да. Молодцы. Так вот, мы с тобой... Давай в iOS. В iOS уйдем. И посмотрим интерфейсы. Гайдлайн интерфейсов. Human interface. Гайдлайн. Зашел? Там, опять же, внутри у нас есть несколько категорий, которые мы можем с тобой рассмотреть. То есть, ну, на самом первом это темы. Что должно быть все clarity. Четко, чисто. Там есть какие-то принципы даже. Ну, там принципы просто, что... Все должно быть, как у нас в самой прошивке. Чистенько, аккуратненько, полупрозрачненько. Глубоко. Анимации должны быть мягкие, перетекающие и так далее. Слушай, Анета, подожди. Вот, допустим, мы с тобой себе представим, что мы такие серьезные пацаны. Нам это вот, так скажем, лирика ни о чем не говорит. Есть ли какие-то прям, чтобы размеры? Давай, барс, барс. Давай, давай. И здесь сразу прям, навигейшн барс. Навигейшн бары должны быть вот такие. Либо влево-вправо вот эти стрелочки. Ну, классические, слева или справа, там, вперед-назад с надписями. Либо какие-то кнопулечки. Иерархически все должно быть. Должна быть кнопка back. Аж каким шрифтом эту стрелку делать? Ну, слушай, я думаю, если говорить про шрифты, то visual design. Мы сейчас перейдем в visual design. Там у нас есть typography. Ну-кась-ка. И там нам говорят, что San Francisco is the system typeface in iOS. Загрузите его здесь. Есть ссылка, естественно. Бесплатная San Francisco. Не готов тебе ответить. Давай я нажму. San Francisco funds. Между прочим, когда мы с тобой начали... Да, он мне прилетел бесплатно. Мы с тобой начали рить, и оказывается, typography у них еще в бете. Они сами еле-еле ворочаются. Ну, на самом деле, это преувеличение, что это в бете, конечно. То есть, ну, это потому, что iOS 11 сейчас в бете, а они здесь добавили там определенные какие-то, я не знаю что, изменения. Ну, наверняка, наверняка. Да, но здесь прямо вот говорят, что если возможно, разграничьте сами для себя три заголовка, подзаголовок какой-то, это body, call-out, subhead, footnote, caption 1, caption 2. Даже если вы, говорит, используете кастомные шрифты, убедитесь, что они хорошо отображаются на наших экранах замечательных, лучших в мире, говорит нам Apple. Я думал, слушай, любые шрифты на их лучших экранах и так хорошо отображаются. А вот, оказывается, нет. Здесь прямо пишут даже, вот конкретно сколько поинтов на каком айфоне даже использовать. Если мы хотим x-large, x-x-large и так далее. То есть, все прямо для всего написано. Ты можешь зайти, кстати, в visual design в color в раздел, и там даже написано цвета, какие надо использовать, естественно. Какие предполагаются. Заметь, color не в бете уже, уже определились. Тут все цвета, на самом деле, очень калифорнийские, очень сан-францисковские. Да, тим-куковские цвета, особенно pink. У меня сразу Apple Music прям вот, и pink, и purple, которые они используются, это прямо Apple Music'ные цвета. Ну-ка, брендинг, брендинг. Там должно быть яблочко как-то очень круто сделано. Давай зайдем в брендинг visual design. Есть ли здесь яблочко? Здесь не слово про яблочко, здесь, точнее, наверное, слово-то есть, но ни одной картинки. Скоро сказка, слово сказывается, да не скоро дело делается, говорят нам Apple. Говорит нам, да, Джонни Айв, который составлял. Они конкретно говорят в самом низу, если вы хотите использовать Apple Trademarks, то там вот две ссылки, Apple Trademark List и Guidelines for using Apple Trademarks. И там, естественно, уже вы, если вы авторизованный реселлер, только тогда можете использовать. Там уже под страхом смерти. Да, да, если вдруг вы используете, а вы не могли, вы нам не заплатили за это денег, мы у вас просто отрежем яйца, вздернем их вместе с звукорежиссером GoPro. Потому что, понимаешь, в чем дело, там действительно нужно какие-то заполнять уже... Ой, нет, все, это страшно. Хорошо, а давай посмотрим, кроме iOS, что-то еще интересное. Хотелось бы Mac OS, но я уверен, что там мало отличий. Мы погрязнем, да, там то же самое, что iOS. Давай CarPlay. Давай CarPlay. Просто побрезать. Я тоже хочу CarPlay, машина. Представим, что у нас Dodge Challenger, SRT-8, 808 Кобыл. Легко представляю это себе. Компрессор, турбина от яхты. Вот такой компьютер, блин, та же самая iOS, только сбоку, конечно. Ну подожди, подожди, Visual Design. Опять же, давай. Будет ли какие-то изменения? Будут ли? Достаточно долго их сайт почему-то работает. Видимо, какое-то у них нефункциональное программирование. Какое-то дисфункциональное. Если я в Color зайду, то будет тот же самый Color. В Typeography то же самое, реально то же самое. Все прям вообще один в один. Но тут, конечно, поинты чуть-чуть другие. В Color, кстати, нет. Тут именно пишут, что Color can indicate interactivity. Она пишет, маленькое количество цветов, пожалуйста, используйте. Потому что вы на тачке. Да, и лучше, чтобы все цвета, они как бы в вашем логотипе уже тоже присутствовали. Не, говорит, используйте те же самые цвета для интерактивных и неинтерактивных элементов. Пусть неинтерактивные, скучные, они все там будут белые и на черном. А интерактивные же кинси, зеленые и так далее. Чтобы было понятно даже на ходу, куда тапнуть, кликнуть и так далее. Когда деньги передаешь за проезд. Естественно, когда маршрутчик пробивает вам билет через кассу Атолл, который автоматически в налоговую отправляет. У него CarPlay стопудовый. Стопудовый. Favor Dark Backgrounds. Вы, говорит, темные лучше бэкграунды используйте, потому что в машине большинство все-таки ночью ездит, видимо. Ну, это есть, разумеется, разумеется. Вы, говорит, даже используйте цветовую схему своего приложения под разными световыми этими кондишенами. Мечами. Да. Под красным, под синим и под зеленым, да. Но вообще, да, насколько на улице там светло, идет дождь, вы в тоннель заехали, может быть, и так далее. Все это нужно иметь в виду. И обо всем об этом Apple нам на самом деле говорит. И если бы я вот был конкретно дизайнером и вот собирался в CarPlay что-то это, я бы это непременно изучил. Но согласись, согласись, если бы, если вы, допустим, учитесь на дизайнера, у нас есть некоторые университеты, которые учат на что-то подобное, да, типа дизайн какой-нибудь там. Допустим, так. И, ну, художники совмещенные с этим. Мне кажется, вот эти гайдлайны можно даже использовать в своих работах где-нибудь, заимствовать что-нибудь. Может быть, научиться писать свои гайдлайны. Ну, согласен. Ну, вот, например, это косвенно дизайн и гайдлайны к CarPlay, они, в принципе, нам говорят о том, о восприятии человека в машине. Потому что то, что вот нужно меньше там каких-то отвлекающих элементов и так далее, меньше цветов, ведь в знаках дорожного движения тоже мало цветов. Красный, белый да синий. Желтый иногда. Красный да белый да синий, это, по-моему, немножко флаг какого-то государства ты называешь. Да. Именно так и задумано. 15 мая, прямая линия с президентом Владимира Владимировича Путина. Путиным, да. Ну, то есть завтра в смысле... В смысле в четверг. В четверг. Ладно, что, разработочку будем? Согласен, но нам нужно небольшой перерыв сделать. Давай. Час миновал, я хочу попить водички, чего я вам всем желаю, уважаемые подписчики. Вы молодцы. Пишите нам комментарии, поставьте лайк во время этой паузы, а мы увидимся уже через некоторое время. Продолжаем наш разговор и сейчас разработка, так называемая. Первая тема называется Крис Койер про будущее фронт-энда. На самом деле наши громкие темы про функциональное программирование я бы тоже отнес к разработке. Соглашусь. Но пусть будет первая. А Михайлов прокомментировал нам и оставил тему. Очередной взгляд в будущее. И здесь взгляд не просто чувака с улицы. Я просто представил, что вот Александр Михайлов по парку шел, хоп, присел, оставил нам тему, а вот за ним не убрал никто просто. Ну, мы убираем. Вот мы убираем теперь, да. На самом деле взгляд в будущее достойного человека, достойного знаменитого в индустрии человека. Криса Койера. Взгляд не мальчика, но мужа. Да. И такого, знаешь, мужа, как сказать, который plus size мужа, я бы сказал. Ну, он уже теперь, уже Аполлон. Как бы уже просто такая двухметровая гора. А он высокий, да? Он здоровый просто. Он кроме шуток гигант, поэтому да. Короче говоря, Криса Койера, как вы догадались, как я уже сказал. Это, между прочим, человек, который делает ресурс CSS Tricks. Делает уже лет 10, я думаю. И он об этом и пишет. Он сам говорит, как бы, давайте поразмышляем, какое будет будущее у фронтенда. Будущее фронтенда в веб-разработке, так скажем, в мире веб-разработки. И он сразу представляется. Я, говорит, вообще-то тут, ну, не самый такой главный чувак, не чтобы диагент, не философ. Это я уже от себя добавляю. Он, наверное, думал, когда я это писал. Вот. Не то, чтобы я какой-то там провидит. Хочется верить, что он думал, когда я это писал все-таки. Вот. Но я все-таки, все-таки, говорит, занимаюсь такими ресурсами, как CSS Tricks и, например, CodePen, который у него есть. Так скажем, глубоко погружаюсь. Продумяется немножко. Да, глубоко погружаюсь во фронтенд иногда, говорит. И поэтому хоть что-то в нем с мыслью. Поэтому, поэтому я выскажу свое мнение по поводу будущего фронтенда. И сразу дисклеймер. Ну-ка. Некий дисклеймер от Криса Койера. Из трех пунктов состоящий, говорит. Это, говорит, все-таки моя точка зрения. Первое. Она не исчерпывающая, говорит. Не исчерпывающая. Второе. Как бы чисто, как сказать-то. Предположение, говорит. Такое, да. Чисто моя, опять же, моя точка зрения. И, говорит, в-третьих, я просто чувачок. Dude. Просто, говорит, чувак. Просто, говорит, точка зрения чувака. Ну вот. В общем, он сильно прибеднялся в самом начале его вступления. А теперь начнем. Будущее фронтенда. По мнению Криса Койера. Не по моему мнению. Даже не по мнению Сани. Не. Не. По мнению Криса. По моему мнению, мы все обречены. We are all doomed. Но, но. Крис говорит нам. Что, на самом деле, пользовательские ожидания растут. То есть, пользователи хотят все больше и больше. Как бы это ни звучало. Они хотят, чтобы мы быстро все разрабатывали. Чтобы фронтенд быстро делался, так скажем. Так. Кем-то. И чтобы он делался качественнее. И это будущее фронтенда. Что все больше и больше требований будет пользоваться. Быстрее, выше и сильнее. Да. Говорит, что новый JavaScript уже здесь. Он подразумевает не только ECMAScript 6. Тот называемый. Так называемый. А всякие фреймворки новые. Типа Ember, React, Vue, Angular. И так далее. Я прям хочется добавить, что функционал. Хочется? Ну, ты можешь добавить. Эликсир. Поэтому, говорит, сейчас нужно знать новый JavaScript. Его нужно изучать. Нужно интересоваться им, так скажем. Следующее о будущем от Криса. О будущем фронтенда. Мы уже перестали делать просто страницы. Мы начали делать целые системы. И он говорит, да, действительно. Сейчас стайл-гайды. Системы, дизайновые системы. Какие-то библиотеки паттернов. Это, говорит, мы уже не просто дизайним страничку, как домашняя страничка раньше. Да, уже не гостевая страничка, чатик. Да, и думаем о дизайне не одной страницы. Знаешь, типа, давай сделаем дизайн одной странички. Нет, уже целые комплексные системы. Большие. Или комплексные. Как кому нравится. Вот. Сайт это уже целая-целая такая система. Он говорит, что стирается... Следующий пункт. Стирается, как бы, грань между нейтив-приложениями и веб. Я, говорит, уже смотрю на многие веб-прилы, говорит нам Крис. И это уже такие, как нативные, такие, как программы целые. Он даже перечисляет несколько из них. Естественно, мы не знаем. Мы, естественно, их не знаем. Да, но там музыкальные даже какие-то приложения. Например, кстати, Zencaster некий. Нет, на самом деле он, конечно, говорит про Slack, про TweetDeck, про то, что есть нативные приложения, а можно просто вкладки открыть в браузере. Да, и они будут не хуже. Они будут не хуже. Ну, опять же, потому что Slack это инкапсулированный веб-вью, точнее, ну, не инкапсулированный, вы меня поняли. Это тот же самый веб-вью, только сбоку. Поэтому, да. Все еще, говорит он, URL – это все еще киллер фича, говорит он. Видимо, и в будущем она останется. Что он подразумевает? Что URL – это до сих пор тот самый адрес, по которому мы все доступаем. Нет, он имеет в виду, я думаю, что гиперссылка – это по-прежнему то, что вообще делает так, что мы используем интернет. То есть, хоть это и системы, все равно сама связь того, что у нас есть гипертекст, связанный между собой какие-то элементы, это по-прежнему является основой основ. Я думаю, вот он это подразумевает. И начало-начал. Да. Перформанс. Перформанс говорит, что сейчас сайты досвидос должны уже в будущем, опять же, в будущем, быть производительными. Ну, это, собственно, возвращаясь к первому пункту о высоких ожиданиях пользователя к вашему сайту, также и к перформансу вашего сайта, к производительности. К инсталляции, интересно, есть какие-то требования? Не знаю, не знаю, Крис, не знаю, что он там еще придумает. Дальше он пишет, что CSS стал более модульный. Более модульный. Раньше, говорит, мы писали просто типа стили, а сейчас мы уже пишем целые модули такие, которые подключаются, компоненты какие-то такие. Ну, я думаю, что он имеет в виду, что даже раньше мы просто писали там какие-то стили, а сейчас у нас уже целый bootstrap, там, foundation, да и просто вот эти тысячи всяких микросистем, типа там, semantic UI и так далее. Вы их знаете уже все лучше нас, поэтому. Конечно, конечно, и лучше Криса, я думаю. Сто пудово. Крис еще считает, что будущее фронтенда это то, что CSS-препроцессоры будут, так скажем, затухать, уходить. Я не очень понимаю, почему, но вот по его мнению, препроцессоры все, скоро будут. Ну, он просто говорит нам о том, что все уйдет в JavaScript и все уйдет в native переменные. Вот это то, что native properties или как там оно называется, native variables, через две черточки, которые пишутся. Он нам, в принципе, искренне считает, что вот эти CSS-ные переменные, они намного лучше, чем при процессинг. А большинство вещей, которые мы делаем с миксинами там и так далее, лучше делать как CSS in JavaScript. Вот эта концепция, что мы будем применять прямо в JavaScript. Это все хреновина. Вот он, он, he's just one guy, я просто помню это. И вот он так считает. Но, несмотря на это, он все равно следующим пунктом называет будущим JavaScript'а хорошее знание основ HTML и CSS. Тем не менее, тем не менее. Говорит, никуда не денется то, что вам нужно будет знать основы. В любом случае. Вот. И последнее, и последнее. Build processes will get competitive. То есть, competitive, я знаю, competitive есть, допустим, в Overwatch, в Counter-Strike. Так. Вот. Я думаю, он именно это имеет. И я думаю, что он именно об этом, что нужно свои процессы сделать конкурентоспособными, видимо. Ну да, постоянно нужно, чтобы любая хреновина, типа сборки и так далее, все вот эти галпы, веб-пэки, они будут друг с другом конкурировать для того, чтобы, когда мы заходим на наше новое суперпривожение, там, реактовое или там, вьюшное, у нас настолько бандл был маленький, настолько он прогрессивно подгружался, сначала основа, потом всякие другие кусочки и так далее, особенно с HTTP 2, теперь незазорно разбивать это все на кусочки, что вот эта оптимизация, она на самом деле выйдет на первый этап, на первый план. И это, я думаю, перекликается с его пунктом performance is a key player. То есть, так или иначе, performance, она будет не только в рендеринге, но именно в build process. Да. Вот такое будущее фронтенда от Криса. Я не знаю, согласны вы или нет, напишите в комментариях обязательно. Следующая тема – это блокчейны. Но, кстати говоря, жестоко, но я тебе предлагаю эту тему, так скажем, не то, чтобы перенести, а наоборот, я тебе предлагаю сейчас из тем слушателей послед... У тебя же открыта тема слушателей? Да. Последняя самая ссылка. Открыта? Открыта. Давай с нее начнем, а потом блокчейны. То есть, мы немножко из тем слушателей выдернем, а потом блокчейны. Охотно. Потому что, если, во-первых, если мы ту тему оставим напоследок, то это лишнее будет. А, во-вторых, мы просто не поймем ни хрена, потому что здесь более основы, чем то, что ты предложил в блокчейнах. Короче говоря, TSAR Цархарт, вот я понял, Цархарт. Ну да, Цархарт. Он говорит, привет. Цархарт. Цархарт, привет, расскажите, пожалуйста, про майнинг-истерию. Из-за майнеров уже невозможно купить флагманские видеокарты. Наступил настоящий дефицит. Например, AMD RX 470, 480, 570, 580. Их майнеры больше всего любят почему-то. И даже Nvidia 1060, 1070 просто пропали с прилавков. А если есть, то по завышенным ценам. Как ком собирать теперь? Какой-то психоз начался. Просто все, кому не лень, майнят. Люди с работы увольняются. А машины продают только, чтобы собрать ферму для майнинга. Такое страшное, дерьмоном рассказывает Цархарт. На самом деле, Цархарт, аминь, флагманскую видеокарту не можем купить 1080Ti. Проданьте кто-нибудь Asus'овский O11G модификацию. Нигде нет вообще. Прям проблема у меня в жизни. Ну вот, первая тема. Хабр раз открывать или хабр два? Ну, давай с первого начнем. Ага. Здесь какой-то типа как туториал помеченный. Майнинг и как он работает, матчасть. Так. Здесь нам рассказывают сразу же в этой статье. Если вы вообще хоть раз слышали слово майнинг, наверняка это так, то давайте немножко поглузимся в тизаурус, в тот самый, на Тауреге, в термины, которые используют майнеры, так называемые. Это, например, кошельки. Так. Кошельки, да? Кошельки. Кошельки. У майнеров. Это каждый кошелек, это случайно сгенерированная пара ключей. Собственно, адрес кошелька, это хэш от публичного ключа. Так его можно однозначно идентифицировать. Нормалься? Уже прям... Транзакция. Запись о том, с какого кошелька на какой, какая сумма переводится. Ну, это естественно, так, если подумать головой, да? Угу. А также время и дата операции. То есть тебе, в принципе, в транзакции надо хранить много всего и это все захэшировать. Угу. То есть кто, кому, что, куда, во сколько и как. Так. Подтверждение. Чтобы транзакции узнали и все себе ее записали, необходимо ее подтверждение, которое получается в результате создания нового блока. Угу. А я вам напомню, напомню. Ну, дальше мы еще посмотрим, это опять же в следующей статье, что вообще главная идея майнинга – это создание вот этих вот блоков, так называемых. Блоки, которые впоследствии свяжутся в блокчейн некий. И это тоже мы посмотрим. Так вот. Ой, напоминаешь, ой, прям напоминаешь вообще. Так вот, блок, блок – это служебные данные плюс список транзакций, плюс номер кошелька майнищего, плюс волшебное число. Угу. То есть, опять же, это такой хэш некий. Цепочка блоков. Ну, вот это блокчейн, последовательность, блоки по ID, они как бы соединяются. Начало. Здесь, короче говоря, сразу описывается как бы алгоритм вообще работы, я так понимаю, майнинга. Сейчас, как бы, просто я пытаюсь не то, чтобы даже… На ферлигенке, я понял. Не то, чтобы, да, это все прочитать, потому что, ну, это свидание, до свидания. Что здесь нужно понимать? Что здесь нужно понимать? Короче, сам факт того, что вы создаете вот этот хэш, он должен быть очень сложным и таким, чтобы, если хоть что-то вообще ты поменяешь, весь хэш сменился полностью. Вот хэш одного блока, который ты сделаешь, так скажем, намайнишь, он должен быть охрененно сложным, быстро меняться, и чтобы как только, если ты хотел подобрать этот хэш, так скажем, транзакции, там что-то, короче, начать подбирать. При любой подборке, так скажем, хэш менялся легко. И ты, ну, в смысле, ты не мог его никак подобрать. Короче, это супер защищенная тема. Вот. Здесь есть некоторые темы про то, что… В этой же статье про то, что на самом деле, почему сейчас биткоин так сильно падает в цене там, и его так сложно намайнить, потому что, короче, он уменьшается, там каждый раз он в два раза уменьшается, каждую вот эту итерацию, там есть итерация некая у биткоинов, и это, как, знаешь, итерация нанометров у чипов, типа, что каждый раз там, сколько-то раз, я уже забыл, закон кого-то там, кого-то там, подскажи мне. Какого-то Мура, по-моему. Да, да, какого-то Мура. Не Алана Мура, который комиксы пишет? Нет, по-моему, Томаса Мура, просто закон Томаса Мура. Или Моргана, там, вот у меня сейчас было. Ну, Моргана Фримена только. Или Капитана Моргана, например. Закон Мура, эмпирическое наблюдение, согласно которому… Да, закон Мура, я был прав, но вот, по ходу дела, не Томаса, ни хрена сейчас. Ну-ка. Количество транзисторов на крестове удваивается каждые 24 месяца. Ну да, Гордон Мур. Хорошо. Ну, слушай, мы никогда не знали, что он Гордон, мы знали, что он Мур. Да. Мур-мур-мур. Короче, вот здесь то же самое. Здесь то же самое с вот этим вот, с биткоином. Он в два раза каждую итерацию там понижается, и поэтому скоро он, кстати говоря, может прийти в ноль в какой-то момент. Ну, это в 2007 с каком-то там году. И он придет в ноль, соответственно, короче, хрен знает. Тут даже автор не знает, что может случиться с биткоином такое. То есть, он вообще не будет нисколько стоить, по сути. Ну, давай, окей, давай немножко перейдем в следующую тему, которая биткоин in a nutshell майнинг. Ты, кстати говоря, мне написал, у тебя был очень классный комментарий в слайке, про майнинг круть у тебя было написано. Здесь действительно круть. Я просто удовольствие получаю от этих тем. Две отличные темы. Насколько они интересные, заметить, да, как я тебе с упоением объясняю, и все понятно, самое главное. Так вот, биткоин in a nutshell. Я вот сегодня усну просвещенным человеком, наконец-то. Да, некий Сергей написал на Хабре, ты открыл, да, вторую статью? Да. Хабр 2, который был. Да-да-да. Короче. Там, so you're telling me people use electricity to mine shit coins. Здесь, кстати говоря, есть несколько статей, видимо, точнее, глав из даже книги Bitcoin in a nutshell. Криптография, транзакшн, протокол, блокчейн и майнинг. И, как я понимаю, это вот какой-то кусочек из майнинга. Мы смотрим. И здесь более подробно написано. Во-первых, майнинг, что это такое? Сразу. Вдруг кто-то не знает. Это прям с Вики. То есть, мы должны как бы создавать блоки, так называемые, за которые нам будут платить бабки, так называемые. Опять же, это все так называемое. Если говорить на пальцах, то майнинг это критически важный для Bitcoin процесс, состоящий в создании новых блоков и преследующий сразу две цели. Первое, производство денежной массы. Каждый раз, когда майнер создает новый блок, ему за это полагается награда в энное число монет. Который он потом где-нибудь тратит, тем самым запуская в сеть новые средства. Ну, то есть, нам нужно потом обеспечивать эту хреновину чем-то реальным. То есть, где-то это потратить. Купить колбасу. Ну, только там у них. То есть, грубо говоря... Наркотики, скорее. О-о-о, колбасу. Оружие, да. Книги для книг. Хорошо, колбасу. Ну, окей, окей. И здесь дальше написано. Дальше написано. Здесь, короче, сейчас опять же сориентируюсь, чтобы перейти к интересному. Здесь все, в принципе, интересное в этой теме, но хочется к самому интересному. Даже не знаю, к чему-то подступиться. Здесь есть даже код. Здесь есть даже код. Но не хочется. Не хочется сейчас на него смотреть пристально. Майнинг фо дамис. Здесь есть еще такой абзацик. Давайте постараемся еще раз представить процесс майнинга на нашем пока что примитивном уровне. Ну, то есть, не пока что, а в принципе на нашем примитивном уровне. На нашем навсегда примитивном уровне. Существует сеть с кучей участников. Некоторые из участников называют себя майнерами. Они готовы собирать на своем ПК новые транзакции. Вот, как я и сказал, вот эти хэши. Проверять их на валидность. Потом каким-то образом майнить из них новый блок. Раскидывать этот блок по сети и получать за это денежку. Логичный вопрос. И если все так просто, то почему этим не занимается каждый участник сети? Как мама. У меня этот вопрос все время возникает. Да, как обычно мама говорит. Ты что, думаешь, один такой умный? Да, а если тебе скажут с 15 этажа майнить, тоже будешь? Тоже будешь, да. Понятно, что если все было бы так, как я сейчас описал, то блоки выходили бы по 100 раз в секунду. Валюты было бы столько, что за нее никто не дал бы и центы и так далее. Но, но, некий Сатошич, Сатоши, который придумал это все дерьмо, он придумал алгоритм. И алгоритм, он как бы сдерживает, получается, людей, чтобы они там по 100 в секунду блоков не делали. Создание нового блока – вычислительно сложная задача. То есть тебе нужны супер банки, которые сделают один новый блок, условно говоря, да? На вычисление нового блока у всей сети уходит 10 минут в среднем. То есть еще временем подкреплено еще. Ты не можешь каждую секунду выпуливать блоки. Это искусственно или что? Или просто такая сложность? Ну, видимо, такая сложность, да. Ну, то есть это не просто задержка и простаивают мощности, потому что есть пауза. Это, наверное, именно они все 10 минут что-то выдрачивают. Да, супер алгоритм, супер алгоритм. Хотя написано, что суть заключается в том, что оно заранее установлено. А, ну, видимо, задержка, видимо, задержка. Короче... Вот. Смотри. Более того, время не зависит от числа участников. Но однажды, если майнер станет 100 раз больше, то алгоритм должен так изменить свои параметры, чтобы блок стал находиться сложнее, и блок тайм опустился обратно в окрестность 10 минут. То есть они все равно изменят правила игры так, чтобы подкрепить ценность, чтобы это было все-таки, ну... Чтобы потеть, попотеть пришлось. Ну, это да, это да. Сатоши, он, в принципе, же не тупой дурак. Ну да, то есть он-то тоже из этого хотел денег, заработать, я так чувствую. Думаешь, там про деньги, да, все? Думаешь, это не просто прикол? Думаю, да. Посмотри на отличную гифку, которая, по-моему, все рассказывает нам, как майнить на самом деле. Не то, что я вам там говорил, а посмотри, какая гифка. Вот. Она прекрасна. Вот так берешь, просто и бьешь видеокартой, и у тебя летят монетки, те самые биткоины. Биткоины. Вот. Ладно, господа, господинские, давайте перейдем к теме про блокчейны конкретно. Просто, чтобы чуть-чуть сверху снять пенку блокчейнов. Вот. Я ищу просто. Не то, чтобы я скулю. Я, если честно, уже и скулю. Так вот, это нам фронтендер прокомментировал. Говорит, респект за прошлый подкаст. Было, как всегда, интересно и весело. Возможно, в этот раз ему не будет так весело и интересно. А может быть, наоборот. Хочу, говорит. Он больной ублюдок, и наоборот. Он больной. Как раз круто. Хочу, говорит, предложить рассмотреть такое явление, как блокчейн. Не припомню, чтобы уважаемые астронаты обсуждали все ее чудо. Я бы сам, если честно, не припомнил это. Но вот, говорит, статейка для затравки. Опять же, с хабра. Где еще же может это быть написано? Да, да. Статья, на которую можно ссылаться, что такое блокчейн. Казалось бы, здесь все популярно должно быть написано. Так вот, давайте. Блокчейн – это, говорит, надежный способ хранения данных о сделках, контрактах, транзакциях, обо всем, что необходимо записать и проверить. Сегодня блокчейн проник практически во все сферы жизнедеятельности, готов в корне изменить финансовую систему государства и в разы упростить работу среднего и крупного бизнеса. Ну, по блокчейну есть дохрена статей, это естественно. Принцип работы. Суть работы блокчейна, как цепочки блоков, можно сравнить с пазлом. Блок – это массив данных. В него вносится информация о транзакциях, которые попали в сеть после создания предыдущего блока. Примерно за последние 10 минут, те самые по Сатошичу. Каждый новый блок данных крепится к предыдущему с помощью сложных математических алгоритмов, что позволяет скрепить эти блоки на века. Чтобы создавать… Я не понимаю, зачем на века скреплять конкретно, но, видимо, чтобы никак не расшифровать. Чтобы создать новый блок, необходимо вычислить его криптографический отпечаток – хэш, удовлетворяющий определенным условиям. О, я не знаю, стало ли вам понятнее? Вообще, должно было. Ну, просто мы вычисляем блоки, рассылаем это всем по сети, то есть, я так понимаю, все майнеры еще к интернету должны прибыть, ну, хотя это очевидно. Это очевидно, да. Как иначе вообще весь обмен будет происходить? У них есть еще специализированные сайты, на которых ты можешь посмотреть, на майнил ты что-нибудь или нет. Ну, стопудово, конечно. Вот. Я не знаю, если бы, знаешь, у нас был здесь, было бы круто, если бы у нас здесь сидел такой чувак, который супер профикус по майну, и он такой бы сказал, знаешь, да что бы там один блок намайнить, вот один блок, мне просто интересно, на какой, допустим, в среднем там на какой-нибудь банке определенной, на один блок надо намайнить, знаешь, там год сидеть. Да, хочется просто к сухим цифрам, если честно, перейти. Вот, но здесь нет никаких данных, потому что они меняются. Мы сами знаем, что биткоин это нестабильная валюта, очень. Ну, слушай, хоть бы на какой-нибудь момент это было. Ну, то есть, смотри, условно нам кто-то после этого пишет, блин, чуваки, я уже на Багамах живу, да, с видосом, у меня здесь майнинговая ферма, потому что там дешевая электроэнергия. И вот там моя статья на медиуме. Может быть, фронт-эндер живет на Багамах. Стопудово. Вместе с Славой Абрамовым. И им роботы майнят там, друг другу они там майнят. И да. Вообще, вообще, еще раз говорю, и он такой говорит, вот моя статья с медиума, как, типа там, опять же, перестать там жить и начать майнить. Как перестать жить и начать майнить? Вот. И там уже, ну, конкретно, не то чтобы он свои бизнес-схемы какие-то, но хотя бы просто говорит, что я там с помощью майнинга, у меня два Гелендвагена, Г-65, АМЖовых. И как бы все у меня вообще хорошо в жизни, потому что вот всего-то я две видеокарты купил и все. Да, да. В общем говоря, кому интересна тема, напишите в комментариях. Просто вы сами понимаете, что алгоритмы в данный момент и вот эти куски кода, которые мы сейчас будем рассматривать, они в сущности никому не нужны. Те, кто сильно интересуются, они и так посмотрели, скорее всего, а те, кто на поверхностном уровне, ну, вот мы объяснили про блоки, соответственно. И про чейны. И про чейны, и про чейны. Да, давай еще последнюю темку из разработки. Она вроде бы как твоя. Это тоже от фронтендера, между прочим. Ты на меня стрелки-то не переводи. Статья называется «Как поменьше беспокоиться о собственной бездарности». Вот это интересно, вот это интересно. Актуально, согласись, да? Это всегда актуально. Да. Статья на блоге Alconost. На хабре, естественно. Это перевод. Перевод. Где у нас здесь перевод? Я пытаюсь просто найти ссылку на оригинал, но, видимо, она в конце уже будет. Хочется понять. Нету ссылки на оригинал. Провал. Короче говоря, есть такое явление, как синдром самозванца. Это когда чувак притворяется разработчиком, на самом деле он как бы не знает каких-то основ, он просто может выполнять свою работу и не спалиться о том, что он на самом деле не знает никаких основ и только там гуглит или что-то еще делает. Так вот, очень многие люди на самом деле по этому поводу комплексуют. То есть они думают, блин, я ведь не настоящий программист, я всего лишь там вовремя гуглю, я там как бы по верхам все нахапал на это, и сижу как бы и не рыпаюсь, и мне платят деньги, и я вроде выполняю какие-то функции. Но вот если меня просто сейчас перед сатаной в аду поместили, перед апостолом Петром в районе, он скажет, напиши сортировку пузырьком, и попадешь в рай. И ты сразу, нет, тебя черти уже в котле варят, жарят, парят. Вместе с Эриком Эллиотом. Он первый там всех жарит в аду. Вот, и да, поэтому здесь на самом деле, конечно, при обсуждении этих вещей частенько доводится слышать ему одну историю, автору, что когда у Эйнштейна попросили номер телефона, он полез его искать, сказал, зачем запоминать то, что можно найти меньше, чем за две минуты. Он что там, намайнил телефон? Он просто, что на бумажке у него записан номер телефона, и нахрена ему его запоминать? Гений. Вот. И что здесь, ну вот здесь пишут, что в 80-е в ботанике могли зачислить просто за то, что у тебя была энциклопедия. Ты как бы ее мог даже не читать. Но сам факт, что у тебя была энциклопедия, и допустим, ты там прочитал две какие-нибудь страницы из нее, ты говоришь, слушай, вот как бы я-то читал, что там вот то-то, 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 то-то. Но это так сейчас в интернете любят делать. Ну, видимо, вот в 80-е до интернета в энциклопедиях так любили делать. И здесь вот написано, что достаточно было знать о существовании одного из самых вопиюще-ошибочных фрагментов текста из когда-либо написанных, причем эти знания подчерпнули из непримечательного источника, которым пользовались наравне с остальными. То есть вот достаточно было, хотя он говорит о энциклопедии 1937 года, статья о нацистской партии, в ней содержали всего два абзаца, в которых говорили, что партия не представляет собой ничего серьезного. Ну, как бы потом уже понятно было, что после 1937, что все-таки она представляла достаточно серьезное, но вот да. Это к тому, что на заборе тоже написано, но не факт, что это как-то вот да. Но люди уже готовы субъективно оценивать, что там чувак про функциональное программирование написал статью, он шарит, он там гуру досвидос, а Эрик Эллиот, возможно, побирается. На гаражных распродажах продает там тумбочки мамин и бабушки. Я думаю, гитару свою. Ну или это, или пульты. Причем от телевизора, потому что, которые в полиэтилене у него до этого лежали. И то же самое вот Адам Сильвер написал статью про floating labels, а мы вот не будем думать, что он крутой. Мы видим, что он лошара какой-то просто в энциклопедии. Я-то что-то там прочитал, не дочитал и так далее. Поэтому суть здесь о том, что это все, конечно, хорошо, что вы можете себя корить за то, что вы там не знаете на самом деле fundamentals и так далее. Но, говорит, время, когда программировали только чуваки, которые готовы сидеть и спорить о скорости работы оператора прединкремента. Как же это там нахрен-то? Короче, когда и плюс-плюс, и плюс-плюс, и. Ну это оператор инкремента, только один пред... Ну как-то они, блядь, называются, я не помню. Короче говоря, вот уже прошло время тех энтузиастов, которые будут сидеть и спорить, как быстрее там, которые будут выдрачивать каждый алгоритмик. И на самом деле, слава богу, по мнению автора. Потому что, ну, пусть эти люди останутся, они проектируют систему наведения ядерных ракет, потому что там все должно быть идеально. Там какие-то космические системы. Но из-за того, что программирование становится более мейнстримовым, спрос на программистов растет просто по экспоненте, спрос на само ПО растет по экспоненте, теперь ПО не обязано все быть идеальным. Просто, ну, физически не бывает так, по закону сохранения энергии. Если что-то становится более количественное, то качество падает. И поэтому вот не надо себя, говорит, корить, потому что мы просто живем уже в другое время. Мы живем во время, когда программирование это уже просто, это как еда уже. Это просто, знаешь, как каша. Раньше это было изысканное блюдо в ресторанах, а сейчас это уже просто каша быстрого приготовления. Уже все программируют, все выполняют просто какие-то функции. Это как вот раньше продажи. Раньше продажи это было искусство. Нужно было продавать буквально каждый компьютер, как это делал Майкл Делл, когда их собирал там у себя в гараже. А сейчас этим занимаются уже отделы продаж, и они это делают уже рутинно, абсолютно, on daily basis. Отгружают просто там десятками, сотнями, там по закупкам и так далее. И никто уже не сидит и не рассуждает, вот, блин, какие продажи классные вообще. Вот продажи, это прям вообще вот кайф. Никто уже не получает от этого кайфа, это уже жвачка. Вот так же и программирование, оно уже перешло в разряд жвачки, к сожалению. И, ну, вот он и говорит, если вы считаете, что вы не тот самый программист, который будет делать ядерные ракеты, ну и забейте, вы хрен, вы просто программист-жвачка. И делаете жвачку, и как бы, но зато вы в отделе продаж, вы выполняете такие же функции, как отдел продаж, и вы их устраиваете. То есть они говорят, надо увеличить продажи там так-то, так-то. Вы допиливаете пару новых кнопок, доделываете там какой-нибудь call to action, и все, у вас уже возрастают продажи, вас хвалят, все хорошо, а вы все так же понимаете, что я всего лишь нагуглил там, как увеличить, как улучшить, какой синий цвет здесь использовать. Это делаете, и да. Не слушайте снобов, которые обязательно скажут, что каждый разработчик должен знать X. Не надо знать никакой X, надо просто выполнять свою работу, которую вы должны делать на этом месте, как шестеренка. All in all, we are just all, another brick in the wall, короче говоря. Не, ну согласись, что какой-то опыт у тебя все равно будет накапливаться. Ну, у нас ответственных людей будет. Я уверен, что есть какая-то часть программистов, которые вот 10 лет проработают на месте, а потом выйдут оттуда, и у них вообще ничего в голове не останется. Они так и будут полностью, они как выплюнуты, как жвачку, и возьмут другую жвачку, там, я не знаю, будут там просто что-нибудь стоять на улице с протянутой рукой. Не знаю, или играть на банке. На губе. Ну и здесь он в конце подбадривает, что собеседование — это чушь. Что когда люди на собеседованиях пытаются выпендриваться, вас унижать, что вы не знаете каких-то таких основ или таких, по факту, ну, это значит, вам просто не повезло, потому что все собеседования — чушь, и вам просто надо зацепиться где-то и просто там дальше выполнять и делать жвачку. А если вы тот самый мега-убер-программист, который готов рассуждать о каких-то супер там лучших возможностях реализации какого-то алгоритма, то ваше место там не в обычных там компаниях в интерпрайсе, а все-таки уже там в военных делах и так далее. Так что каждому программисту свое. Не надо комплексовать, если вы не гений. Так бывает. Не всем быть гениями, а из-за того, что количество программистов растет и на них спрос растет, качество их, конечно же, неуклонно падает. Кручим. Переходим к научпопе. Ну вот это тема. На перегонки, напоминаю, у нас подкаст. Ох, перегонки на Nvidia.ru. Напоминаю, 1080Ti, продайте кто-нибудь Asus O11G. В чем разница между искусственным интеллектом, машинным обучением и глубоким обучением? Я так понимаю, это ты сам уже нашел эту тему, потому как здесь не написано, кто нам предложил ее. Я не помню, где мне она попалась, но я ее несу в ручках уже подкаста 3. В общем, эта тема просто о том, что люди путают искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение. Даже не то, чтобы путают, а просто не отличают. Непонятно, что это, к чему. Вместе эти термины или отдельно, или кто, где. И здесь на Nvidia очень классно нарисована такая инфографика коротенькая, что на самом деле в искусственный интеллект включено и машинное обучение, и глубокое обучение. Условно говоря, искусственный интеллект – это в общем такой общий термин, который появился очень давно, еще в 50-х. Потом в 80-х придумали машинное обучение некое, а потом уже после 2010-го придумали deep learning, то есть глубокое обучение. Здесь очень такой хороший пример, на самом деле. Написан о том, что... Вот, допустим, представим себе, что... Так, я сейчас вспомню. Я сейчас вспомню, вспомню. Глубокое обучение. А, короче, представьте себе, что... Просто искусственный интеллект, который изначально был в 50-х, это еще когда его придумали, еще тогда, с 50-го года, просто когда мужики, ученые такие говорят, блин, мы же с помощью компьютеров, там еще с помощью хрен чего, перфокарт, ну не важно, с помощью электроники, еще той, можем же как бы симулировать, симулировать, придумать так, чтобы симулировать искусственный интеллект, типа интеллект, мозг человека, условно, да, интеллект человека, вот. Они это придумали, и термин зародился. Потом появился термин вот этого машинного обучения, когда просто чуваки придумали, что можно подсовывать бигдейту, огромное количество информации, машине, чтобы она сама, так скажем, училась, ну это грубо говоря, училась на самом деле, просто выбирала варианты по какому-то определенному алгоритму, как, собственно, мы своим мозгом и делаем тоже, мы просто определяем варианты, по сути. Конечно же, мы можем, мы как бы ошибаемся, так скажем, очень редко, и само по себе машинное обучение, оно тоже было, оно точнее наоборот, оно было не точно, то есть, грубо говоря, они подсовывали, например, знак стоп для машины, как обычно даже все, когда машины ездили без водителя. Короче говоря, подсовывали машине, компу машины, так скажем, подсовывали знак стоп, и он там отличал его, да, что действительно стоп, нужно остановиться машине, движение без остановки запрещено, но, например, если туман, или, например, если темнота сраная, то машина не видела этот знак, она просто не отличала, она думала, что это может быть какой-то, знаешь, в кустах затерявшийся змеи, да, или змей летательный. И, короче говоря... А, понял, какой змей, я думаю, вдруг качковая змея какая-то. Короче, да, и машина вырезалась, то есть машинного обучения не хватало, так скажем, просто вот не хватало, и после этого, в 2010-м уже, когда технологии достигли апогея своего, появилось глубокое обучение, когда охрененные нейронные сети уже строились, глубокое обучение, оно, чем оно глубокое, почему оно глубже, чем просто машинное обучение, там, вот это вот big data, она уже разделена на несколько слоев, в несколько уровней, и есть такие суперсложные сети, типа, допустим, в Facebook есть нейронная сеть, которая определяет, там, по лицам, кто это какой-то человек, или там, в общем, вы понимаете примерно, какие это системы, с глубоким обучением, вот, это уже конкретно, тоже искусственный, это тоже искусственный интеллект, по сути, но это уже суперсложное хренове, вот об этом, собственно, статья на nvd.ru Ну, здесь написано, что большинство проблем было именно в том, что, на самом деле, глубокое обучение было придумано вместе с ИИ, сами концепции, но не хватало вычислительных мощностей, именно поэтому, именно в такие периоды, и в таком порядке эти алгоритмы развивались, но все равно, давайте будем откровенны, это всего лишь алгоритмы, и мы сами их пишем, и ничего сверхъестественного в этом нет, ну, теперь из-за того, что у нас, благодаря, видимо, функциональному программированию, я сейчас не ерничаю, а, видимо, так оно и есть, и параллельным вычислением, намного более интересные алгоритмы, возможно, стало реализовать, а как уж мы это назвали, как мы это продали, завернули, там уже с точки зрения маркетинга, это уже на нашей совести остается, но по факту, все это те же самые алгоритмы, и, опять же, по Савельеву, который у нас иногда появляется в подкастах, никаких нейрокомпьютеров невозможно, потому что каждый нейрон там по миллиарду связей образует с другими, и ни один компьютер невозможно, причем суть в том, что каждый день мы просыпаемся, некоторые связи образуются новые, а некоторые рвутся. Когда-то мы не проснемся. Да, ассимулировать такое на транзисторах просто нереально, надо в каждый транзистор покитайцы посадить, который будет в хаотичном порядке это все переключать, и то не получится у нас ссимулировать даже там пару нейронов, поэтому это всего лишь... Это из-за китайцев все? Это только из-за них. Если бы они справлялись, то можно было бы сделать. Отлично. Короче говоря, все это просто алгоритмы, ну, и это все абсолютно закономерно развивается с увеличением вычислительных мощностей и алгоритмов. Мы можем делать больше всякого, и оно поражает воображение посильнее, чем раньше, когда просто там был Джон Коннор, искусственный интеллект, Скайнет, и ниггер, которого пыталась Сара Коннора во второй части убить через зеркало. Да, кстати, чувак там тоже пишет, что он не хочет Терминатора, но хочет С-3PO, как бы это ни звучало. Оу, еее. Я просто в Knights of the Old Republic был робот HK-47, потом в Knights of the Old Republic 2 были роботы HK-50, и это роботы-убийцы, именно робот-ассассанс, дроид-ассассанс, но они по прототипу С-3PO были сделаны, это тоже протокольные дроиды-переводчики, но им еще протоколы-убийцы сделали, они уже ловкие, там стреляли, круто и так далее. Не знаю, к чему я тебе это сейчас сказал, но к тому, что из С-3PO тоже потом дерьмо всякое получается. Круто. Межзвездный роуминг, это статья на naked-science.ru, это то, что мне нужно вам поведать, и нам Сергей Васильев рассказывает на основе каких-то своих рассуждений и того, что в принципе является достоянием человечества, о том, как же нам организовать связь внутри Солнечной системы, а может быть даже и не на Солнечной системе, а с другими галактиками, как нам связываться и так далее. Потому что все мы уже привыкли к мобильной связи, к интернету и так далее. В 21 веке связь – это жизнь. Планета покрывается все более густой сетью проводов, третрансляторов, коммуникационных станций. Но космос, говорит, по большей части остается глухим. А огромные расстояния, которые отделяют Землю от Луны, Марса и других перспективных местечек даже в пределах Солнечной системы, порождают совершенно особые проблемы. Ну, во-первых, гигантское время, которое нужно, чтобы путешествовать сигнал создает задержки. То есть даже банально просто, чтобы Свету долететь отсюда от нас до Альфа Центавра надо 4,5 года. А у Света скорость на секундочку 3 на 10 там в 63 степени или там... Ну, короче, как 3,8 на 10 насрать. Вот охрена. И нам никогда этой скорости не достичь. Не знаю, мне кажется, у нас тухлыми помидорами закидают в этот раз. Да ладно? Ну, давай. Мы не Мура не знаем, не в минус 9 не знаем, ничего не знаем. Ну, Мура мы сказали, а скорость Света 3 на 10,8. Я так чувствую. Ну-ка, давай. Ну, мне показывают нахрен 300 миллионов метров в секунду. Я хочу нахрен в экспоненциальных единицах. Степень? Да, хочу степень. Не может мне никто написать в более общем. Сейчас. Попала наша жопа, я тебе отвечаю. Они с вилами придут к нам. Они с факелами. Все пишут точно равно 279, 792, 458 метров в секунду. 3 на 10,8. Я был прав. Представь, представь. Да я верю, что ты знал это все. Мы сейчас будем максимально отмазываться. Ну, давай naked science, что там? Вот, в общем, да. И поэтому даже просто задержки банально. И бог быть с ним задержки. Кроме этого, еще перекрытие. Допустим, Марс вращается, Земля вращается. И бывают такие моменты, когда Земля и Марс друг от друга отделены Солнцем. Сигнал напрямую не пройдет, просто потому что сквозь Солнце он не пройдет. То есть, это нам кажется, что Земля плоская и все во все стороны мы можем смотреть. Хрен-то там плавал. Надо огибать разные объекты и иногда Луна не видна, просто мы туда не можем ничего отправить. Нам надо полдня ждать, пока она обернется вокруг своей оси, вокруг там нас, чтобы мы хотя бы ее увидели более или менее. Ну, хотя Луна-то почти всегда видна, просто она не всегда видна из России. Но где-то с Земли она видна всегда. А вот Марс конкретно может быть закрыт Солнцем от нас и все, хоть ты обосрись. Поэтому Ну. Да, именно так. Короче, даже сейчас, чтобы разговаривать с Марсом, скорость, знаешь какая, 256 килобит в секунду, как на модемном соединении старых добрых 90-х. Никакие фоточки и видосики оттуда отсылать, понимаешь, вообще никак. То есть, Илону Маску не кинуть по Брику там это с Ютуба? Нихрена. Он даже, да, он не сможет нам комментировать. Он нам комментировать к подкасту, который был 3 недели назад еще с задержкой. А мы уже... Ну, как все наши слушатели. Согласен, да. Так вот, и надо строить спутниковую сеть ретрансляторов, которые будут усиливать на каком-то конкретном промежутке времени этот сигнал и его изгибать, например. Так. То есть, допустим, сделать там на Луне узлы, которые будут загибать за Солнце и отсылать на Марс. Ты имеешь в виду, где в этом особо опасен или где там пули загибали. Да, да, да. В особо опасен пули закрученные. Вот здесь примерно так же. Надо закручивать этот сигнал. Потому что, ну, здесь есть картинки, как раз, что вот Марс, Земля, Солнце, что иногда... Причем эти обороты, они годы. То есть, у нас бывает так, что полгода до Марса не дозвонится. Вот так вот это все бывает. И надо, конечно же, делать именно вот эти вот ретрансляторы везде, везде спутники. Но они тоже будут вращаться, понимаешь? И нам нужно где-то между планетами построить... Здесь вот прям как пентаграмма такая нарисован. Disruption Tolerant Networking NASA. И был такой проект DTN. В 2008 году успешно, между прочим, испытали такую хреновину. Короче говоря, сеть ретрансляторов таких, которая в центре всего крутится и во все стороны может общаться и связываться мы будем через нее. Напоминает сразу сеть вот этих типа как-то там ну в Mass Effect, короче, чтобы между галактиками телепортироваться. Надо было подлететь к такому хабу, он тебя в гиперскорость выплевывает к другому такому хабу уже в другую галактику. То есть вот ну здесь что-то подобное, конечно, я... Да. Кроме этого, почему вместо радиоволн нужно использовать лазер? Потому что радиоволны на таком расстоянии они рассеиваются до свидос. И плотность очень маленькая, поэтому видосы вообще не пересылают. Если, например, использовать лазер, то уже 622 мегабита в секунду до Луны попрет. Нихрена себе. Это от Луны к Земле с Луны скачать на Луну закачать 20 мегабит в секунду. Но слушай, все равно неплохо. Да нормально. Это практически 3G. Можно даже стримы какие-то смотреть. Ну и, короче, лазер это более перспективно. И да, этим сейчас занимаются реально разработчики многих вузов. То есть вот пытаются прям делать. Называется это Deep Space Optical Communications Project. Нет, а вопрос, нахрена этим вообще сейчас заниматься, это же для сильной связи типа сделано. Условно говоря, это когда мы действительно уже там будем жить. Когда мама с папой у тебя на Марсе, а санта на Вене. Даже когда отправляешь какие-то экспедиции, сейчас задержки там в дни, годы, недели связи с Curiosity и прочими кораблями, которые туда отправляются межпланетными станциями. А если бы не было никаких задержек, мы в реал тайме смотрели как вебку, как охранники на 10 мониторах. Думаешь, надо нам это? Ну, уже бы мы быстрее знали, что там что-нибудь взорвалось и так далее. Здесь говорят о таком проекте, я сейчас вспомню, межзвездные крейсеры. Был реально проект Icar, не был, он разрабатывается. Пришел он на смену проекту DEDAL, который еще в 70-х разрабатывает в Великобритании. Короче, гигантская хреновина, крейсер отправляется на Альфу Центавру и за собой каждые там 10 световых лет выкидывает бочку, которая сигнал ретранслирует. И мы, грубо говоря, такие хлебные крошки за собой оставляем, и они будут усиливать сигнал и побыстрее его допинывать обратно до Земли, чтобы, типа, практически беспрерывное, опять же, общение было с этим зондом. Ну и там, естественно, как в Чужом, такие корабли улетают, и на много десятков тысяч лет, видимо, они улетают уже вперед, и долетят они, когда уже на Земле все равно нихрена не останется. Круто. Но кроме шуток, такие проекты реально сейчас в реализации находятся. Проект ИКАР направлен на проработку технологий решений, необходимых для создания межзвездного космического корабля с термоядерным двигателем. Ну что я могу поделать? Занимается этим люди. Слушай, я рад, я рад бочки выкидывать. Вот, да. Кроме этого, Солнце хотят использовать как усилитель, но есть проблема, Юпитер до хрена помех создает. Вот этот газовый гигант прям мерзавец вообще. Все не дает. Поэтому как бы вот не крути, а массивные объекты отклоняют проходящее излучение, сбивая его с прямолинейной траектории, работая как гравитационные линзы. И можно как бы это и в лучшую степень использовать и загибать. По особо опасен, опять же. Широко используется для наблюдения далеких... Ши-ши. Че? Ну ты просто говоришь ши-ши-широко. Ну-ну-ну, и че? В общем, для концентрирования радиоволн такая линза в кавычках или лазерного излучения поможет и ускоря... Мы как бы специально направляем на планету наш луч лазерный, она от него ускользает и чуть-чуть ускоряется. И как бы на самом деле вот я не помню то ли это в каком-то кино было то ли в реальной жизни траектории кораблей примерно как знаешь когда едешь за дальнобойщиком ты находишься в подушке и у тебя меньше расход топлива. Вот тут примерно так же траектории кораблей рассчитывать чтобы они скользь между планетами летали и ускорялись от этого и было бы круто. Вот нам надо траекторию линий связи так же строить чтобы они скользили по планетам от этого ускорялись и быстрее летели. Гениально. Я знаешь что еще хотел сказать небольшую ремарочку что вот когда горох волосубого ешь тогда ты газовый гигант становишься. Тоже помехи искажения у тебя происходят. Да такой вот оптический эффект можно наблюдать особенно на тепловизоре прям вообще видно нормально. Ну и здесь естественно уже дальше в фантастику ушли что если бы мы могли деформировать пространство и время по собственному желанию мы бы не утыкивались в эту проблему того что вот свет и свет и ничего быстрее света к сожалению нет. Сейчас пытаются я аж в рифму сказал. На большом адронном коллайдере пытаются сделать так чтобы мы в нейтрино приложили информацию а оно ускоряется типа быстрее света и мы с помощью нейтрино передавали какую-то информацию быстрее света но пока к сожалению не подтверждены эти выкладки но пытаются ученые в ЦЕРНе прям изо всех сил. Я просто хотел сказать что мы еще в университете учили про нейтрино я помню что-то короче я помню что-то короче передал и оно передалось по-моему батя у меня спалил или в учебнике или где-то короче и он поржал что говорит даже они еще когда учились были вот эти все слухи про нейтрино что это будет все там быстро круть и все еще ничего не сделано ну что ты меня расстроил ну все дай все я когда сегодня готовился я прям надеялся до 25 часов я думал лягу спать с надеждой что завтра уже лазеры ну давай лазер сеанс теплой ламповой магии с разоблачением от пультру на перегонки делаем пультру написал на гектаемся статью о том что ламповые усилители на самом деле они не круче транзисторных они просто другие в силу конструктивных особенностей они немножечко искажают гармоники и спадает у них каждая следующая гармоника все менее и менее интенсивная и добавляет искажений поэтому звук от ламповых усилителей он действительно другой он абсолютно ну не то что абсолютно он не такой как задумывал автор что называется то есть транзисторные усилители намного более четко передают все частотные характеристики и так далее я наоборот думал ламповые четче вот ламповые нихрена не четче они ограничивают порядок гармонии пятой после пятой уже нихрена не слышно на ламповых усилителях но согласись более ламповый звук получается насыщенная звука четкими гармониками то есть те которые пять они четкие а дальше уже ни хрена не слышно постепенно спад уровня спектральном сочетании то о чем я сказал чем больше порядок тем ниже уровень и наличие характерных особенностей амплитудно-частотных характеристик обусловленных применений выходного трансформатора из-за того что практически катушка гудит она фонит и грубо говоря ну не гул но короче такое обволакивание густое получается на самом деле это как мониторы которые искажают разные цвета показывают грубо говоря так же и ну ну может быть да но короче говоря кому вот нравится ламповый звук те будут использовать ламповые усилители хорошие дорогие нет а ты можешь словами описать в чем конкретно как он будет по-другому звучать вот я тебе говорю гул просто гудеть ну средние частоты приподняты сильно а высокие и низкие не так сильно приподняты круто практически ты можешь эквалайзером сделать теплый ламповый звук себе но там ты его будешь получать нативный так сказать просто то что у тебя усилительные приборы это такие лампы на самом деле сам кич теплого лампового звука появился в 70-е когда транзисторные усилители были полным говном использовали хреновые транзисторы хреновые схемы и все прям из ряда вон плохо было а сейчас транзисторные усилители уже есть реально крутые они все отличают философии хай-фай а лампы вообще ни хрена не отвечают философии хай-фай просто потому что у них коэффициент гармоник может достигать 3-5 процентов а это слишком уже много коэффициент меньше должен быть насколько я понимаю и ну тут опять же здесь пульт.ру они прям прописывают про каждую конкретную хреновину про каждую конкретную гармонику сколько процентов это что-то обнаруживает большинство людей что обнаруживают профессионалы и так далее поэтому в сухом остатке вся магия это действительно теплый ламповый звук это действительно красивый звук если это слово применимо к звуковоспроизляющей аудитории он красивый теплый но в большинстве менее точный то есть он такой гулкий обволакивающий но по факту звук этот был должен звучать как бы и не так и какой селитель каждый выбирает сам кому-то нравится именно звук ламп им не музыка нравится а звук ламп потому что они там подгудивают и так далее ну я причем утрирую они не так подгудивают что прям два разных звука это надо еще вслушиваться слышать и еще и прям вот еще еще и по синдрому самозванца прикидываться что ты это слышишь хотя на самом деле ни хрена не слышишь но это уже такие знаешь люди-мотыльки которым нравится звук ламп я бы их так назвал ну я одно время исповедовал вот это вот все сам не зная что я исповедую я слышал несколько ламповых усилителей маршалов вот этих крупных с кабинетами колонок но вот я не уверен что я сейчас на слухах реально отличу то есть ну мне нравилось просто осознавать что я играю но дорогой хреновин за несколько десятков тысяч рублей и прям вот она обволакивает меня и так далее но в сущности от какого-то ямаховского усилителя транзисторного я вот не могу сказать что это кардинально отличалось поэтому я уверен что кто-нибудь нам в комментариях что-нибудь напишет по этому поводу поэтому можем двигаться дальше на перегонки а сколько кстати мы уже идем два часа час пятьдесят восемь мы идем то есть по сути мы как идем у нас еще есть сколько да хоть сколько но чем раньше мы закончим тем лучше потому что мы на перегонки пишем согласен с тобой тему вот эту тему надо просто добить просто она висит уже как писюн если честно второй подкаст правда ли что мир стал давай так же как ламповый звук я прям вот правда ли что мир стал более опасным местом для детей чем был раньше да правда переходим к следующей короче в чем вопрос самый главный у меня такой вопрос в том что в том что какого-то хрена провели исследование в Америке и говорят что сейчас родители больше заботятся о безопасности своих детей все больше и больше парятся за них вот но надо сказать что оказывается чем 30-40 лет назад примерно я имею ввиду вот между вот этими двумя эрами эпохами империи раньше как-то родители не так парились и кстати говоря почему вот было какое-то проведено супер исследование и оказывается оказывается смертность детей то наоборот уменьшается то есть если бы знаешь родителям по объективным причинам то есть смертность увеличилась у детей и они действительно парились больше то нет смертность уменьшается идем дальше причем падает реально падает без приколов также чуваки погибшие там от шоссейного движения там сбиты именно детки тоже уменьшаются там если в пропорциях посмотреть понятно что автомобилей стало больше этого вот именно это просто банально количественные вещи вот тоже уменьшается и шоссе стало больше конечно конечно в том числе всякие исчезновения детей так называемый киднеппинг так называемый бёгло так называемый рейпинг да рейпинг вот это все а то это я прям в тему да ну да все это уменьшается реально то есть тем более что вот по слухам по слухам Именно что деток крадут, чуваки левые, так скажем, вообще уменьшилось Там какие-то сотые, десятые, точнее, процента Потому что в основном детей крадут люди, так скажем, причастные к этим детям в основном А идеи причастные крадут? Идеи причастные, да Они раздельно с ней пишутся еще Вот, это все тоже в том числе уменьшается Поэтому, но здесь следующий вопрос, ты меня спросишь Так слушай, Никитос, а может быть это из-за того, что как раз родители так сильно парятся за детей Из-за этого уменьшилось все? Но нет Не спрошу Нет Я считаю, что уменьшилось, потому что просто коверидж очень большой Проще сейчас обо всем узнавать Поэтому бояться сексуальные преступления совершать Так и есть, да, так и есть То есть, по факту сейчас большое количество информации о том, что ваши дети могут пострадать И именно из-за этого родители начинают больше париться Из-за этого, из-за вот этой огромного количества информации Раньше они не знали про детей, что они там по канализациям лазят, спят там в дерьме, в говне Похрену Вот, а сейчас Походить Похрену, что он у меня там лазит в говне в дерьме Не факт, что сейчас бы увеличилось из-за этого количество смертности детей там Или пропажи, или чего-то такого Очень смешно у тебя кошка лапкой лезет к еде Ну слушай, да, она пытается выживать Выживает По канализации живет Ладно, короче, поговорили про это, потому что у нас на перегонки Следующая Следующая тема, я не могу ее на перегонки Я как бы ее буду быстро охреначить Но нужно ее отхреначить Но нужно все объем Короче, погнали Все объемлюще Больше, чем фильм Как Джордж Лукас придумал Звездные войны Вау Тоже, кстати, второй подкаст висит уже Да, висит как висяк Недавно, 25 мая Было, было Я, как я понимаю, 40 лет С того момента, когда вышла премьера Звездных войн первых Вот, и вот, собственно, статья об этом Про Джорджа Лукаса Как он начинал и как что было Во-первых, сразу же начинается с фразы Я ухожу к Скорсезе Он снимает Нью-Йорк, Нью-Йорк И это настоящее искусство Не то, что твой детский сад Про космос и роботов Сказала Марша Лукас Когда она, собственно, была жена Джорджа А, они развелись Самый разгар работы над Звездными войнами То есть, ну, она была монтажером, насколько я помню Монтировала видосы Вот, и в тот момент Действительно, пошла к Скорсезе монтировать его видосики Его фильмы Да-да-да Джорджу оставила Джорджу оставила с Звездными войнами Но рассказ не об этом Рассказ о том, как поднимался сам Лукасыч И каким он сейчас стал Вообще, короче, вот этот фильм Звездные войны С самого начала сценария не задался Он задался Он начинался с самого начала С фразы Речь пойдет о Мейс Уинду Достопочтенном Джей Дайбенду Из Апуччи Связанном с Узби Си-Джей Тапи Си-Джей Учеником православного Православного, извините Прославленного джедая И это уже сразу нам намекает на то Что Звездные войны В принципе, бредятина какая-то Сразу изначально была И давайте Лукас сначала Погрузимся Погрузимся Короче говоря, Лукас У него родители Были достаточно богатые чуваки Как Росомаха Да Они заведовали Там, по-моему, канцелярским магазином Написано Прибыльным достаточно Но Лукасыч Он был упертый Как его батя Потому что батя ему заставлял Давай, ты будешь тоже канцеляром Там, канцелярский товар будешь продавать Это прям почетно Но Лукасыч Лукасыч младший В общем, не в небесной канцелярии Он был канцеляром Он, короче, он Был упертый И пошел в киношколу И учился Достаточно очень круто Он еще Он уже тогда стал Уже в киношколе Стал, так скажем Достаточно отреченным От съемочной группы То есть он в одинокого сидел Не бухал Пишут Вообще наркотики не принимал Сидел один Задротил И был отличником У себя на курсе Лукасыч Между тем И в какой-то момент Всем отличникам В киношколе Тогда Дали задание Типа Чуваки Вот есть Золото Маккены Знаменитый этот вестерн Сделайте на него документалку Снимите О том, как снимался фильм То есть о съемках А в смысле Они могли познакомиться С режиссером Да, они все могли Видимо как-то исследования Провести Или у них там в институте Эти преподавали люди Которые сделали Просто практически Да, это же все было В Голливуде происходило Поэтому им Это было рукой подать До таких людей Которые снимали Золото Маккены И Лукас Он блевал Он ему не нравилось Ему не нравилось то Что Золото Маккены Снималось за огромные бабки Вот А его типа Чуваки-соратники Снимали видосы По 300 баксов Ну в смысле студенты И ему его прям Воротило И он для себя решил Короче что Что Голливуд Это не фабрика грез Это машина просто Да Которая перемалывает Всех людей И выплевывает Угу Тем не менее Он снял Про Золото Маккены Видос Но там конкретно Сюжет был О природе В которой снималось Золото Маккены Ну ты понимаешь Можно же разные аспекты выбирать Вот он выбрал этот Короче дальше Дальше он начал снимать Реальные фильмы И он как бы как И такие люди Как и Коппола Скорсезе Фридкин Он мечтал снимать умное Авторское кино Хипстерское Настоящее И снял Вот этот вот сцен Фильм THX 1138 Футуристическое Такое дерьмо Умное Такое мрачное Холодная Металлическая Антиутопия Как здесь написано Вот И короче говоря Он не особо попер Я тебе скажу Он не особо попер И бабок особо не принес В связи с этим Фантастика Всегда шла со скрипом В американском прокате И THX Не стал исключением Фильм с треском Провалился Причем Кстати говоря Кополыч Кополыч Это самый близкий Его был друг Фрэнсис Форд Коппола Он тоже Они в принципе Вместе с ним там Снимали параллельно Всякое И Коппола Иногда продюсером Его выступал И чтобы не зарывался Сам Джордж По Тарантино и Родригесу Да Чтобы Джордж не зарывался Он ему всякое дерьмо Там говорил Что давай нет Ты будешь делать так И вот так Ну в общем часто Лез как бы в его Типа дела В его съемки Вот THX короче не попер И тогда Лукасыч Отчаялся И снял Именно Не вот Мрачную картину Авторскую А просто добренькую Картину Американские граффити Где он снял Собственно Хана Соло В смысле не Хана Соло Тогда еще А Харрисона Форда Молодого Крутого Просто про чуваков Которые путешествуют Я даже вот не знал Что такое фильм Вот был такой фильм Американские граффити Еще до Звездных войн И собственно Американские граффити Слава богу Они очень хорошо зашли Вот это доброе кино Которое на тот момент Как раз Должно было быть Которое нужно было людям Оно зашло И принесло Баблинский Принесло Баблинский И именно с того момента Джордж Лукас Выкупил вообще Что нужно снимать Он понял Голливуд Так скажем Он понял Как нужно Общаться с аудиторией И с того момента У него прилипло Так называемое Погоняло бухгалтер Мы дальше поймем Почему Он там охренеть Что делал Уже интересно Кстати говоря Я просто отступлю Я это тоже Здесь же читал Про то что По поводу THX вот этого фильма И какая-то тёлочка Он же К нему тяночки Всякие липли Естественно Как к крутому режиссёру Она просто ему там Подмаслила Что-то сидела Около него Типа THX Это охрененное кино А он уже Будущий бухгалтером Голливудским Он ей ответил Конечно THX говорит Конечно круто Но я Говорит Денег на нём Не заработаешь Он даже так отвечал Так вот Голливудский бухгалтер Каким-то боком Лукасыч Когда снял Американские графики Он попутно Делал сценарии Звёздных войн И так далее Писал Короче Он грезил Всё-таки Вот таким кино Типа как Звёздные войны Он Во-первых Прохавал Что надо делать кино Для деток Он говорит Понял Что это Супер платящая аудитория Детки Их много За них заплатят родители Они пойдут с родителями Короче Это рынок Он Бухгалтер Напоминаю И Каким-то боком Я не представляю Каким Он взял У него американские граффити Получились И он Смог уломать Чуваков Warner Brothers По-моему 20-й век Fox По-моему Да 20-й век Fox Он уломал Сказал Короче Чуваки Вам же на сайт Давайте вся атрибутика Все что будет относиться К Звездные войны Будет на мне На моих правах Но это были 70-е И ему сказали Чувак Да никто не будет Твоей игрушки сраной По Звездной войне У тебя фильм-то смотреть не будут И они ему спокойно Сказали Базара нет Игрушки Все за тобой Все Весь мерчендайз Футболки Со Звездной войн Что хочешь Что ты там будешь делать Все это будет На твои бабки Он как-то это понял Как-то прочувствовал Возможно ему это Во сне явилось Вот Ну видимо Сильно верил в фильм Реально Да не Но он гений Он просто придумал Что можно пойти дальше По Филу Шиллеру Копполыч Причем он там Он стебался Но от Копполы Он не стебался Он прям с жаром Говорил Я говорит на одних игрушках Заработаю в несколько раз больше Чем Фрэнсис Форд Коппола За всю карьеру Даже говорит Крестных отцов Не нужно будет снимать А Коппол он снял Крестного отца собственно Вот И Потом мы уже понимаем Что конечно же Все да Все действительно так Но мы пока этого не знаем А чуваки Они Особенно Копполыч Они все стебались над ним Все супер крутые Вот эти режиссеры Которых мы все знаем Известные Они все Вот Апокалипсис сегодня Вот этот фильм Который тоже будет У Коппола Потом дальше Они все говорят Почему ты типа не снимаешь Коппола И вместе Апокалипсис сегодня А снимаешь там Какое-то дерьмо Звездные войны свои Пишешь сраное Непонятно даже Про что там Это непонятный фильм Никто не поймет Про что он вообще там Это такое не делают Это чувак Это не кино Это говно Вот Но он стоял на своем Делал И хреначил Короче он там Со всеми ссорился Сильно Это везде написано Там в общем Для него говорит Вся вот площадка Вся была Полностью ад Адище Постоянно со всеми Срался короче Даже с тем же С самым Харрисоном Фордом короче Со всеми Вот Дальше 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 Короче Ну тут написано Смотри он уже тогда Говорил о том Что надо снять Фильм для В кавычках Диснеевской аудитории Да он уже тогда понимал Что на тинейджеров Ориентировался Да он тогда уже понимал Тут написано немного Просто о том Как он вдохновлялся Кто там Оби-Ван Кеноби Откуда он это все брал Мы сейчас это немножко опустим Это не суть важная На самом деле Про Лукаса Просто он Достаточно начитанный был чувак И брал какие-то сюжеты Из известных книг Вот Про набор актеров Опять же Актеров он набирал Специально Неизвестных Один из Только самый известный был Тот чувак Который играл Оби-Вана Он Оскара получил Ну тот самый старичочек Вот А остальные никто не знал То есть Только Форда Может быть знали Из-за Граффити Но граффити Это авторское кино Я напоминаю Его тоже особо не знали Это как бы Да Он получил успех Но не такой успех Прям как Я не знаю Челюсти вот те же самые Которые были сняты Вот Короче говоря Набрал всякие Кэрри Фишер Он набрал всех там Всех потихонечку Поднатаскал Вот это Джону Уильямсу Который написал Гениальный саундтрек К Звездным войнам Еще тогда Он сказал Какую он тему Примерно хочет Уильямс вдохновлялся Там чуть ли не Супер-маршами Да с видосами Там Рейгана Вот Ну не Вот Фильмом Рейгана Про Рейгана Он короче вдохновлялся Супер там Шлягер вот этот Написал Короче Тему Звездным войнам Вот Короче Сейчас Пойдем дальше Пойдем дальше Индиана Джонс Короче В общем Когда он все Не смонтировал Когда дошло Да вот Сейчас про эффекты Скажем Дошел момент до того Что нужно делать Спецэффекты В его Звездных войнах Он сделал студию Небольшую Там практически в гараже Industrial Light and Magic И там чуваки сидели Которые балду гоняли Они вообще За там Знаешь За две недели Сделали 4 секунды эффектов Он пришел Разорался Скал До свидоса Вы ничего не получите Никакой премии Короче Сильно их выдрал Они сказали Окей-окей И короче Очень быстро сделали Ему хорошие эффекты Впоследствии Industrial Light and Magic Будет Лукасфильмом Станет А То есть он их еще И сказал Ладно чуваки Вы мои Да И он Это еще его Как бы люди стали ILN Вот эти чуваки Видимо нормально Так разорался Он сильно разорался Видимо Он пришел просто По Палпатину Их молниями Всех это Вот Причем Да Причем естественно Когда он Показал это все Пока без Спецэффектов Своим друзьям Опять же Тем же самым Фридкичем Скорсезе И Копполе Они все сильно поржали Скали Это что за хрень Особенно Брайан де Пальма Тоже известный Достаточно режиссер Сказал Что сила Он Цитирую Назвал это Пердежом И отчаянно Ругал фильм За то что герои Постоянно несут Какую-то тарабарщину Про силу Про всякий бред Вот И они все еще На него очень косо Смотрели Почему не стал Снимать Апокалипсис Сегодня Вместе с Копполой Так вот Так вот Короче ILM сделали Трудились не покладая рук 7 дней в неделю Бла-бла 24 на 7 Там же И Марш Его жена Вернулась со Скорсезовских Этих В общем Он там все Демонтировал То есть Более-менее Все поверили Уже в фильм Потому что Уже все Обросло Эффектами Уже как-то Это было Ну Его уже Нужно было Выпустить Все Хотя бы Как-то Любыми способами Окей Выпустили 77 год 25 мая Выходит Премьера Звездных войн Пошли они Просто похавать Джордж Лукас С Маршей Чисто поожрать Гамбургер Хэмлет И короче Выходит И видит Охрененную Очередь В кино На его Звездные войны Он просто сам Охренел от этого И понял Что ну все Значит Есть ажиотаж Значит Звездные войны Продадутся Ну там Дальше в Азии Там Супер миллионные Просмотры Обосраться Там Че фанаты Все пищат До свидос Дальше Самое классное Что Как бы Вот Как над ним Все стебались Все Друзья Потом оказалось Что через какое-то время Ему написал Сам Копполыч И говорит Слушай У меня нет денег До снятия Апокалипсис Сегодня Там просто Именно Телеграмма В которой Всего одна фраза Вышли денег Фрэнсис Да Ну короче говоря Лукас И по сей день Как Посейдон Все еще супер Один из самых Богатых Режиссеров Голливуда Короче Он там Легенда Диснея Занесен там В красную книгу Так скажем И так далее Короче Вот один из гениев Как зарабатывать бабки И как придумать Вот эту схему Так что вот так Вот такая Статья Вот Блин ну Че говорить Гений Гений Еще про одного Гения богатого Маск закопался Статья Еще быстрее будет Вообще Вот это будет Просто молниеносная Хреновина Короче Маск Сбрендил У него очень много денег Видимо Трамп все-таки Дал ему бабла И он Решил Кого они же там Разосрались Вообще Постоль как Трамп Вышел По крайней мере Он все еще не вышел А высказал намерение Чтобы США Вышел из Парижского Соглашения По экологии Маск Прям вышел Вне себя И они Прям с Тимом Куком Сказали Все Трамп Вся война Ты это Ты ковбой Ну короче говоря Илон Маск Тем не менее Что бы он там Не сказал Он решил Строить туннель Его говорит Меня говорит Бесят пробки До свидос Давайте говорит Просто туннель Пророем И собственно Сказано Сделано Они начали Не побоюсь этого слова От офиса SpaceX Просто Во-первых Основали The Boring Company Скучную компанию The Boring Company Бурильную Компанию Которая будет Собственно Бурить Мне это сразу Напоминает Эти бурильные аппараты Которые в черепашках Ниндзя были Да Технодром был Внизу Под Под корой земли И так далее Rocksteady и Bibo Они высаживались Каждый раз Именно вот на этих Бурильных машинах Вот Маск походу Сбрендил Ну он вот такой Он крэнк уже просто И он хочет Да Он хочет Пробурить Огромный Огромный туннель Чтобы видимо Можно было Изжогать на тачке Внутри там Вот И не париться Собственно На Тесле На Тесле Да Все Конец Больше про это Я думаю Говорить нечего Давай к темам слушателей Давай к темам слушателей Скобочка Это напоминает Как в У нас в Челябинске Метро хотели построить От завода До северо-запада Как бы уже не актуально Тысячу лет Уже Читы Застоит колом Но вот Да Вот он так же Мы пришли к тому Что в темах слушателей У нас Антон Экземплар Прокомментировал Ой Опять у нас Нету Времени С ним Носиться Парни Привет Во-первых Хочу с высоты Креативного директора Аж с самой Москвы Табличка сарказм Высказать свой Выразить свой респект За ваши подкасты Высказать свое пожелание Не слушайте никого Кто критикует вас Якобы за излишне развязанную манеру Вы настоящие В своем амплуа Лучшие в Рунете Оставайтесь самобытными Спасибо Во-вторых Хотел предложить пару Как вы любите Замороченных тем Но моя концептуальная натура Решила Что самое время Предложить Незамысловатую идейку В общем про идею Почему бы вам не добавить В обсуждение Методологии Оценку реальных сайтов Сделанных реальными людьми Это займет у вас Несколько минут Труда для вас не составит Вы это и так любите Но при этом И толк будет Интерактивность Шоу повысить Потешьте свое ЧСВ Само собой Через какое-то время Можно вывести рейтинг Оцененных вами сайтов Для начала Предложу вам сайт В качестве кандидата Для разноса Свой Видимо Наш новый сайт Своей компании Digital Селиком Точка ру В частности Про Сапш Процесс создания Небольшого сайта Начало воплощения Той самой Единорогости Unixcorn.com Идея делает Все сразу Задними руками А именно здесь Было сделано Все от разработки Сверхного стиля С новым лого И заканчивать JavaScript До PHP Пока не добрался Примечательно Под капотом Много VH Практически VR VH и RAM Соответственно Приятные трансформации При изменении Viewport Прочти все CSS на Все CSS на Minimum.js Ну и само собой Мобильная версия И так далее То есть Нету там Абсолютно Никакой Это не динамический сайт Там нету PHP Да как бы Динамичность Не только PHP Штука В смысле Там нету вообще Я так понимаю Сервака Ну Судя по тому Что он сказал Базы Да Вот Ну вот собственно Что будем оценивать Будешь оценивать ЧСВ Будешь Тешить Свою Я не знаю Как потешить Просто я пытаюсь Уже Все у меня лагает У меня лагает У меня лагает Поэтому ЧСВ Потешить Тут формы Которые Ох Господи Кнопки Увеличивающиеся Тут много Так сказать Интересных Дизайнерских решений Много плюсов Да Хорошо Давай знаешь как сделаем Зайди в менюшечку справа В гамбургер Да Нажми на портфолио Так HTML Я не совсем Знаешь что понимаю Так Да Ты прав Видимо ничего динамического Вот эти вот штуки Это просто ссылки Как бы на сайт Ты просто можешь зайти Ну это портфолио Есть пояснение И снизу как бы просто Мини превьюшечка Да Которую Нельзя ее схватить никак Я бы вот хотел Да Как-то пошире Просто Было бы прикольно Если бы здесь в портфолио Было описание подлиннее Например Как у Лебедева Как они там заморачивались Как они делали Центр здоровья И всякое такое Как они автозиз сделали Вот Давай контакты Давай контакты Опять же в менюшке Целиком Я тут не понаслышке знаю Что такое Центр здоровья При поликлинике Ну смотри Нажимается Mail to Есть Почему нету Ссылки На всей плашке Вот Центр здоровья И так далее А только вот там Где ссылка Хотя это логично Что только там Где ссылка Но оно просто Все убегает Постоянно И самое главное Это то что Отправить запрос Кнопка Хоп И здоровая Становится Зачем Да странно Зачем он вообще двигается Зачем вот это все Мельтешение Я не очень понимаю Но да По поводу Контактов Ну-ка Да Как ты любишь Mail А почему телефон Сделан Не ссылкой Тел Хотя У меня в принципе Понимает Компьютер Что это Фейстайм Нае дерьмо И можно сделать Аудиовызов Но нет Ну Как тебе сказать В общем У них зато прикольный Логотип Ц Практически Саша Ц Да Дизайн От 50 тысяч рублей Контент От 100 тысяч рублей Аудит Бесплатно Продакшн Тоже бесплатно Поддержка От 90 тысяч рублей В месяц Вот Он нам говорил Про адаптивность Ну как-то Вот я сделал Айпад И там Ну просто Перевей Перекинься И какой Очень мелко Все Вот при наведении На эти кусочки Меню Ты сильно Что-то через В это свое Тешишь походу Ничего не тешишь Я сделаю телефон И тут уже Отступы какие-то Странные Ага Но зато Форма Отправит запрос Прыгает Я боюсь представить Как на телефоне Она там будет прыгать Или не будет прыгать Но это прям Короче говоря Ну Знаешь Мне еще Я бы вот еще Немножко придрался Чуть-чуть Совсем К форме Ну То есть грубо говоря Форма Серая на белом Неконтрастная Нихрена не видно Плейсхолдер Это даже пофигу Это пофигу Просто Вот я чувак Мне Там Условно 37 лет С половиной Не как мне 26 А 37 Я зашел И я хочу там Сайт Для шиномонтажки Сделать Я такой Короче Это захожу И написано Ваш запрос Например Разработка Нового сайта Я такой Мой запрос А что я тут Я Ну да Разработка Нового сайта Но Здесь не написано Вот в этих Выпадающих Еще кого Про разработку Короче Вообще Здесь дизайн Контент Продакшн Еще когда фокусится Они чуть двигаются Туда-сюда И это как бы Ну то есть Как-то Знаешь Я бы лучше Я понимаю Здесь концептуально Сделано прикольно Вот эти вот Выпадающие штуки И форма Это прикольно Концептуально сделано То есть Я идею понимаю Да Но возможно Если у меня 37 И я шиномонтажку Хочу открыть Возможно Я что-то не пойму Сейчас я секунду Отвечу на телефон Алло Ну вот Так как-то так Что идем дальше Спасибо кстати За крутой отзыв Спасибо что Спасибо за добрые слова Может быть от нас Слова были не такие добрые Как могли бы быть Но зато Начало воплощения Той самой Единорогости Да Ну что там Давай банка Так Если бы Сатана Был веб-дизайнером Че Ну банка А я-то думал Что Я тебя понял Я тебя понял Это Две темы Сразу Ну почему Две темы Вторая тема Следующая Тоже открой Сразу Я знаю Про пользователей Reddit Да И это По сути Это одно и то же Просто одно С Тепрогера А одно С Высера С Вайсера Просто нам говорят Что банка В Москве Не знают такого слова Я и говорю Это походу Челябинская тема Называть компьютеры Банками Ну что Посмотрим С Тепрогера Или с Высера А с Высера Но я пока прочитаю Что нам максимус Пишет Спасибо за подкаст Так держать Выкладывайте побольше Фотографий в инстаграме Не обязательно по теме подкаста Можете просто про жизнь Про ваш город Интересно же Кстати Челябинск называется Столица уральского рэпа Вы любите рэп? Я нет Никита Ты любишь рэп? Я обожаю Я кстати Пока мы с тобой Здесь сидели В инстаграм Выложил фоточку Просто Челябинск Рэпа? Да Поэтому Смотрим на Высере Пользователи Реддит Предложили Самый нелепый вариант Интерфейса Регулировки звука Здесь действительно Гифочка Та самая Которую мы выкладывали В паблик И здесь Очень нелепые Реально Прикольчики Можно поржать Можно поржать А можно и не поржать Например Составлять Из точек Цифру Которая будет Обозначать Громкость Например Очень сложное Такое Например Громкость Я пытаюсь понять Что здесь Never gonna give you up Never gonna get you down Rick Aisley И что здесь Как я должен Громкость We have automatically adjusted your volume Based on your latitude На этой Долготе Географической Если хотите Изменить громкость Передвиньте свой девайс На другую Широту Долготу Never gonna give you up Короче здесь классно Чуваки Мне больше всего понравилось Там где надо игрой Играть плюсики Минусики Стрелочку Передвигать Да гениально Гениально Посмотрите Здесь есть даже И керлинг Здесь есть И даже здесь есть Какие-то Чекбоксы Чекбаттоны Как в Делфи До свидосной Короче Обще классно Посмотрите Обязательно Тем более Что это с реддита А не с высера Можно было Наверное На оригинале Смотреть На оригинале Я думаю Даже больше было И кстати Здесь на высере Отобраны Совсем другие Чем на Тепрогере Ну это Мозг разный У всех людей Ты же знаешь Я точно Я не понаслышке Не понаслышке Банан пишет Про линукс Это сам? Да А это сам Я смотрел кстати Да Он предлагает Сразу две темы Первая Великий банан Прокомментировал Грит Забыл вчера Написать тому чуваку Что спрашивал Об установке линукс На компьютере О том что можно Установить его На другой локальный Диск И тогда при запуске Компай Биус Будет спрашивать А вам что надо-то Винда Или Ubuntu Слишком очевидно Именно поэтому Мы и не отвечали На этот вопрос Потому что Нахрен он очевиден Было бы хорошо Если бы вы ему Это припомнили В подкасте Или просто Послали меня На И я бы сам его искал Но не знаю Зачем это ему Если удобнее Использовать виртуалку Ну виртуалка По производительности Не будет так Хороша Как Просто Хостовая операционная система Только если вы не майните На супербанке Тогда у вас все нормально Да Следующая темка Которую он предлагает Это темка Короче С По-моему С полигона Да С полигона Полигон Это кстати Сайт Вместе с Верджем Это от Верджа Сайт По сути Только про игры Типа Но здесь Почему-то не про игры Здесь про Твинпикс И Сериал Твинпикс Который сейчас Новый сезон Стартовал Новый сезон Оказывается Выложен и на Ютуб Здесь написано Это в В статье Кроме того Что вы можете Типа бесплатно Смотреть его На Ютуб Вы можете Купить его За бабосики И На Ютуб Как бы можно Бесплатно Смотреть Статья об этом Но Там Все страшные Моменты В Твинпиксе До хрена страшных Моментов Все сиськи Все письки И даже Если это Условно говоря Какая-нибудь Бюст Например Бюст На бюсте Не смысле Не бюст женщины А бюст Скульптура Даже там Сиськи закрываются Черными квадратами Из-за этого Все вот эти Страшные штуки И все Как бы Нас немного Деформирует Наше Восприятие Сериала И смотреть На Ютубе Решительно Его невозможно Поэтому Нам Полигон И Автор статьи На полигоне Рекомендует Все-таки Приобрести Заплатное Или Купить на торрентах Видимо Сериал Твинпикс Уже в оригинале Без черных Квадратов Малевич Вот так Вот так Следующая тема Называется Он опять Свой сайт Пиарил У меня написано Сайтмейкер Прокомментирует Сейчас бы Комменты удалять Пишет он Просто я удалил Его комментарий Где он пиарил Свой сраный сайт На нашем саном блоге Поэтому Согласен Согласен Спасибо Сайтмейкер Не надо Отлично Он еще Он еще Каждый раз Реально Предлагает ВК В предложке А все Про майнинг Крут Мы рассказали Блин Так классно Так классно Что мы про майнинг Рассказали Я бы сейчас Сдох Просто про майнинг Рассказывать Ну да Ты слушай Ты прям Круто делал Согласен А давай сделаем То что мы делаем Круче всего Обсудим Обойку На моем Рабочем столе Ща Ща Так Ну на обойке Я вижу слушателей Которые Находятся Находятся Возможно где-то В Гранд Кэноне Где-то в Америке И стоят И смотрят На вот эту бездну Подкаста Возможно Орут туда Матерными словами Так Ржут Возможно Над тем Что мы не знаем Скорость света И кто такой Мур Вот Не знаем Как майнить И так далее И так далее Вот Но один из них Я уверен Самый Который больше всех Ржал Он сорвется И И нам не будет стыдно Что он прям в нас В наш враг Сорвался Конечно не будет Потому что Лес рубят Щепки летят Но вообще Да Ты почти все правильно сказал Приз уходит Бородатому мужчине Который сидит передо мной В зрительный зал И Да Наш подкаст Он так же бескраен Как этот овраг Это овраг Всего лишь Гранд овраг Каньон Да Уже 129 выпуск Как время это летит Да Подписывайтесь на соцсетях Вконтакте В твиттере В фейсбуке В инстаграме В гугл Плюсе Знаешь что Ну Еще Для самых таких чуваков Кто хочет похвалиться Своей так скажем Давностью слушания подкаста Напишите в комментариях На ютюбе Не надо это писать На YouBizzen.ru На ютюбе Просто напишите в комментариях С какого вы подкаста Начали слушать Только не врите Очень часто люди С этого начинают Свои комментарии Пишут Я вас смотрю С сотого Я вас смотрю С двадцатого Я вас смотрю С сорокового Я смотрю вас С восьмидесятого Но уже посмотрел Все предыдущие Так что Вот нам интересно Ваша хистерия Да На ютюбе Пишите Комментарии Ставьте пальцы вверх На Айтюнсе Ставьте звездочки Пишите отзывы Жертвуйте нам Все свои деньги На YouBizzen.ru Слэш Донейт И увидимся уже Через неделю Удачной всем Дня Пока Пока